Значит, давайте сделаем следующее. Я понимаю, что вчера уже был задан определенный темп и определенный настрой. Мне будет трудно ломать, но я постараюсь это сделать. Я буду ломать вот этот настрой. Первое, что мне не понравилось из вчерашних мастерских. Мне не понравилось, что люди, которые, так сказать, во-первых, мы не пришли сюда никого критиковать и никого ругать. И я не могу быть никому из вас судьей, как автору. Я могу высказать просто свое субъективное мнение. Вы уважаете мнение Александра Моисеевича, уважаете мнение Николая Грахова, уважаете мнение Александра Костромина. Все правильно. Но это не значит, что надо после этого бросаться и делать то, что мы сказали. Исправлять это или же там корректировать. Это всего лишь наше мнение. Следующий момент, что мне не понравилось. Вчера очень много людей, а люди здесь сидели, все в основном причастные к этому делу. Либо к песне, либо к поэзии. Выступали таким образом. Я знаю этого человека, много лет начиналось выступление. Я это слышать сегодня вообще не хочу. Мне это неинтересно. Я хочу, чтобы люди, если выступают, говорили по существу. Вот мне не нравится вот это. Или я бы тебе советовал вот так вот. Или я не верю тому, что ты написал. Вот это вот разговор. И почему не верю, аргументирую. Или там, а ты знаешь, вот там моральные качества. У нас моральные качества судит вот один человек. Не человек, а существует. Вот он судит моральные качества. Мы не будем никого судить. Мы будем просто слушать. И если можно, давать какие-то, имея определенный опыт жизни, давать какие-то рекомендации. Конструктивные. У вас, естественно, по возможности. Может быть, вообще не будет. Ну, я не знаю. Мне показалось, что не совсем так было. Но это мое личное, опять же, мнение. Я хочу начать сегодняшние мастерские. И еще, значит, мастерские будем делать так. Один автор – песенник. Один поэт. Будем так чередовать. Человек, который не поет. Ну, желательно поэтам читать, ну, то, что, так сказать, такое, ну, не глобальную поэзию, а все-таки приближенную к миниатюре. Песня – это миниатюра поэтическая. Ну, вот такое что-то. Джавидик, я хочу вот тебя услышать здесь сегодня. Этот ливень загнал нас с тобой в переход Между вечной Тверской и Манежной. И казалось, таким будет летоисход Нескончаемым и неизбежным. Этот гром над притихшей июльской Москвой Прогремел, как прощальная месса. И прохожих загнал в переход небольшой, Где играет бродящий оркестр. Играет оркестр. Бродячий оркестр. Может быть, может быть, для того этот гром, Чтобы в жизни своей быстротечной Те, кто загнал сюда неуемным дождем, Прикоснулся бы к музыке вечной. Восемь скрипок, два альта и виолончель В ритме ливня и грома раскатов, Как награда за сотни бессонных ночей В переходе играют сонаты. Играют сонаты. В переходе сонаты. Только капли дождя на твоих волосах, Будто слезы в глазах у прохожих, Словно время застыло на наших часах. В этот день ни на что не похожий, Просто плакали скрипки людей, не щадя. Ну, а я наблюдал за тобою, Вплоть до ниток промокшей от слез дождя, И такой бесконечно родною, Бесконечно родною, Такую родною. И хотя уж давно успокоился дождь, Но никто не спешил расходиться, Ну, когда ж доведется еще от и до, Воедино с мелодией слиться, Восемь скрипок, два альта и виолончель В ритме ливня и грома раскатов, Как награда за сотни бессонных ночей В переходе играют сонаты. Играют сонаты. Это такая московская песенка. Это чья-то фантазия, Чей-то нелепый каприз, Это чей-то набросок, Наверное, на пьяную голову, И я вижу все это, Стремительно падая вниз. И мне кажется, что Это, в общем-то, здорово-здорово. Там, где прямо из вод Возвышаются шпили церквей, Там, где улицы, реки, поверь, Ни на что не похожи. Я нигде не встречал Говорливых ночных голубей, Что садятся на плечи И клюют прямо с рук у прохожих. Я нигде не встречал Говорливых ручных голубей. Может быть, это просто какой-то Влюбленный пират Бросил в море свое Не принесшее радости золото. И из пены морской Появился на свет чудо-град. И мне кажется, что Это, в общем-то, здорово-здорово. Там, где толпы туристов Гогочат на всех языках, Там, где маски смеются И плачут, не зная столетий, Там, где сказку о вечной любви Не забыли пока. Мы плывем между дворцами На маленькой лодке Судьбе, Преклоняя под каждым мостом Непокрытые головы. Я хочу подарить Этот город, промокший тебе. И мне кажется, что Это, в общем-то, здорово-здорово. В час прощания с Венецией Под путеводной звездой Задержусь хоть на миг И попробую ей улыбнуться. Прошу в море последней Непробитой мной золотой, Чтоб еще хоть на день В этот праздничный город вернуться. Брошу в море последней Непробитой мной золотой. Перелетные птицы Летят от невзгод и ненастья И уходят друзья навсегда В никуда В этой странной, неведомой Вечной погоне за счастье Оставляя свои города Но когда во дворы наши сонные Солнце ворвется И начнется опять отступление зимы Может кто-то кому-то Улыбкой скупой улыбнется Чтобы снова дружить И влюбляться Чтобы снова дружить И влюбляться как мы Чтобы снова дружить И влюбляться как мы И до дыр будут снова Зачитаны лучшие книжки И любимых своих Перед боем шепча имена Нам во все времена Будут петь под гитару мальчишки И к неведомым землям Стремиться во все времена И к неведомым землям Стремиться во все времена Мы давно якоря свои бросили В тихих лагунах Где красавицы жены Нам мирный создали уют Но стоят на причале Всегда наши вечные шхуны И когда-то на палубы Их наши дети взойдут Вновь метнется над морем Наш парус обветренный старый Наши грустные песни Наверно они запоют Как надежный компас В путь возьмут они наши гитары Но средь бурь они свой Безусловно проложат маршрут Но средь бурь они свой Безусловно проложат маршрут И до дыр будут снова Зачитаны лучшие книжки И любимых своих Перед боем шепча имена Нам во все времена Будут петь под гитару мальчишки И к неведомым землям Стремиться во все времена И к неведомым землям Стремиться во все времена Спасибо Давайте у нас В общем-то Сформировалось Уже по поводу Бежаведа Все, что мы хотели сказать Если кто-то хочет Говорить, пожалуйста Мы дадим микрофон Когда Поэзия метафорична Она должна быть более точна Почему? Потому что метафора Это Ну Очень такая шаткая тема И Ошибок не должно быть Типа Голубей, которые сидят на плечах И при этом Едят с ладони Как-то они не дотянутся Я нигде не встречал Гоморливых Ручных голубей Что садятся на плечи И клюют Прямо с рук у прохожих Там, по-моему А, и клюют Мне просто этот момент Вот как-то Голубей много Часть может вести себя так Часть и так Джавид Мне в последней песне Буй не понравился Мне кажется Там перебор должен быть Она более такая Получится Классическая Спокойная Очень как-то Загнал ты ее Последняя Извини Джавида мы давно уже Слышаем Слушаем Он хорошо поет Вот Мы вот Вели в мастерскую Давно слушаем Много знаем Мы все-все Это нам не интересно Что много знаем И слушаем И что он хорошо поет Что он хороший парень Мы знаем это все Давайте по существу Говорим Не тратьте время Свои Свои Партнеры Ну Без Без Каких-либо Метафор И Такой Глубокой Мысли Можно сказать Первая песня В переходе Сонаты Восемь клипов Поют Может быть Что-то здесь И есть Такое Второе Мне более понравилось Золотую Монету Бросить Чтобы не пробить Конечно Это оригинально Вообще-то Чтобы вернуться А не Чтобы не пропить Обычно Когда кидают Монетку Для того Чтобы туда еще раз Вернуться Да А что касается Первой песни Это действительно Удивительная история Я обычно На концертах Я подаю Александр Львович Если разрешите Да То есть Это действительно Была история Когда жара Лето Пролетаешь Каждый В день Один или два раза По этому переходу Где играет оркестр Наверное С Большого театра Потому что Фантастический оркестр Но ты пролетаешь Мимо него Потому что Тебе не до него И вдруг В середине июля Случается ливень И люди спрятались В этом переходе От дождя И стали участником Великолепного Классического концерта И не спешили расходиться Вот собственно Об этом Это правдивая история Вот в этой позиции Сейчас Да Там это повезло Скорее театру Вот этому скрипку Чем мне Это знаете Извините Здравствуйте На чей вкус и цвет Для тех людей Которые там играют Это очень глубокая мысль Я хотела Знаете что сказать Интересная получилась Антитеза С песней У Макаревича есть По моему В старом парке Зима Когда оркестр Играет в парке Под снегом Вот эти две песни Вместе Звучались бы очень хорошо А мне Особенно понравилось Что и в московской песне И в итальянской А все равно Баку чувствуется Все равно Где-то вот Баку пробивает Извините Спасибо Я хотела сказать Вот этот пробитый Золотой Да Я сначала думал Пробитый Нет А я вот У тебя четко услышала Пробитый Последний Не пропитый Мною золотой Вот пропит Вот теперь Потому что ударение В общем-то он Пробитый Пробитый Он так и звучит Последний Я у тебя там, вот послушай, сам себя послушай, у тебя звучит, что пробитый. Последний не пропит. Пропитый не может быть, потому что там ударение на другом слоге. Так, ну попробую тоже что-нибудь сказать. Я что-то давно ничего не говорил. Вот, ну, общее впечатление от всех трех песен примерно в одном таком диапазоне восприятия находится. Достаточно связанные лирические высказывания, не очень глубокие по теме, но достаточно личные и тем интересные. Уровень проблематики, поднимаемый, так сказать, произведениями, достаточно общий. И это и хорошо, и плохо. То есть можно присвоить каждую из этих песен себе, вот примерить ее к себе и с тем, чтобы она стала своей. Вот, но уровень, опять-таки, проблематики, я повторяю, невысокий и не очень хочется присваивать. Потому как, вроде это свое, да, вроде понятное, но возникает вопрос, ну и да, и что, и что, и что. Особое, так сказать, внимание на себя тянет музыка, как это ни странно. Музыка хуже стихов в разы. Чем она хуже? Стихи, несмотря на их, так сказать, традиционность как поэтической формы, они не производят никаких впечатлений вторичности. Нормальный поэтический текст, ну, кроме того, что все так пишут, да. Так, размер, рифма, метафоры. Вот, Пушкин. Я не про то, я про то, что вот так все пишут, и это нормально. Но там нет поэтических открытий, да. Ну, условно говоря, это не Андрей Вознесенский. Вот. Нет. Ребята, давайте мы будем говорить о песне. Вот есть песня, да. Вот. И текст, он лежит вот у них. Мне по барабану, что там написано. Мне слышно то, что слышно. Слышна нормальная такая вот поэзия, которую я слышал много у разных авторов. Вот. Это не открытие поэтическое в смысле формы. Поймите меня правильно. Чем отличается Вознесенский от Евтушенко, к примеру, да. Вознесенский формалист, у него чего угодно там можно найти по форме. А Евтушенко пишет в традиционной русской поэтике. Как и Джавид. Джавид это скорее Евтушенко, а не Вознесенский как поэк. А вот как композитор, Джавид, увы, не ушел далеко от Александра Моисеевича Городницкого. Позор тебе, Джавид. Потому что есть в природе один феномен, который позволяет себе не быть композитором. Хотя он бывает прихотлив в своих решениях. Твои решения неприхотливые. Они очень просты, очень традиционны. Во второй песне я услышал «Ах, злодейка зима, ты опять нам дала прикурить». Вот и кончен февраль, буквально цитированный. И вот как рокеры составляют свои как бы музыкальные темы из так называемых рифов. Каждый риф представляет собой готовую болванку, придуманную кем-то уже. И вот они из этих болванок сочиняют коллажи. Вот называют это музыкой. Вот так и у нас в жанре наблюдается, так сказать, аналогичный процесс. Когда из русского параллельно переменного мажора-минора берут готовые мелодические обороты. И из них составляют разнообразные коллажи. Вот все три музыки, которые мы сегодня услышали, это коллажи из известных музыкальных фрагментов. Что делать? Что делать? Ну, брать пример, ну, первое, не брать пример с Александра Городницкого. Второе, брать примеры с авторов, с которых можно брать примеры. Ну, хотя бы, я бы сказал так, вот, есть такой автор, видите, Попов, рыжий, может быть, слышали, да? Он жаловался, вот он куда-то пытался пробиться там на радио, на телевидении, его послушали и сказали, ах, это что-то типа Никитина. Давайте будем все хотя бы типа Никитина в музыкальном смысле. А Никитина отличается тем, что он делает коллажи не только в пределах одной тональности, как это было продемонстрировано Джавидом, а позволяет себе отклонения влево-вправо и ритмически, и гармонически, и мелодически. Вопрос, что делать риторически, прозвучал неотвечен, Джавид, высвободить себе хотя бы полчаса в день свободного времени и заняться собственным творчеством. Ты занимаешься тем, что ты нас всех крылом прикрываешь, да, а на себя времени нет. У тебя есть и потенциалы, и возможности, и ресурсы, ты этим не занимаешься. Написал и полетел кого-то защищать. Правильно? Можно каждый день ноги будут ломать, что мне делать? Да оторви ему голову, ногу сломал, будет меньше проблем. Все, хорошо, так, это уже начало частные разговоры. Так, ребят, вот я еще хотел, Джавид, обратить внимание на такие немножко. У тебя есть, ты часто пишешь, вот чисто по тексту я имею в виду, там, лето с большой буквы, там, месса с большой буквы, гром. Наверное, не надо этого делать, вряд ли. Или это вообще, да нет, тут изима с большой буквы. Зрительную ассоциацию вызывает, когда пьяному на голову что-нибудь набрасываете. Я не знаю, я понимаю, что ты имел в виду. Я имею в виду, нет, я хочу сказать, я понимаю, что ты хотел сказать, да, но дело в том, что тут рядом параллельно возникает еще и другое видение. На пьяную голову, набросок. Это чисто зрительные образы. Понимаешь, что хочешь, не хочешь, просто на эти вещи надо обращать внимание. И если ты обратил внимание, все-таки наибольший интерес, может быть, вызвало твоя песня про бродячий оркестр. Где ты писал конкретную картину, то, что ты увидел. И вот ты, как свидетель этого, ты об этом написал, свои впечатления и прочее, прочее. Потому что во второй и в третьей песне у тебя, например, больше присутствуют такие общие слова и общие блоки, вот о которых как раз Саша говорил. Понимаешь? А здесь ты свидетель этого, и ты попытался вот это свидетель, так сказать, сам засвидетельствовать. То есть появляется та самая деталь, которая уже заставляет нас верить тебе, как живому свидетелю. И поэтому она, например, на мой взгляд, она у тебя более интересная получилась, чем вот эти две старые песни. Это я чисто ни в коем случае никаких там этих оценок и указаний не даю. Я просто обращаю твое внимание на это. Вот и все просто. И, может быть, имеет смысл тебе вот именно обратить и на это. Потому что здесь ты более силен, силен, так что ли. Ну и как бы хотелось вот что подвести итоги. Саша. Александр Львович, у меня буквально вот одна фраза, да. Вот я просто хочу процитировать композитора Владимира Дашкевича, который очень точно обозначил как бы проблему, которая и есть в песнях, позвучавших Джорида. Он сказал, что музыкальное, вот он говорил про музыку, но про песни это тоже к ним очень хорошо относится. Говорил такие простые слова, что качество произведения музыкального отличается двумя параметрами. Параметр проблемности музыки. Кстати, собственно, музыка у Джорида абсолютно беспроблемна, а уровень проблемности в текстах можно, можно, варьирует. Проблемность и запоминаемость. Запомни вот эти два слова. Проблемность и запоминаемость. Очень красиво ставят все вопросы по что делать. Так вот, я начал с того, что Саша дал, в общем, довольно такую, мне кажется, довольно, на мой взгляд, по, я имею в виду, по музыкальной стороне, характеристику песен, в общем, довольно жесткую. Но при всем при этом я хотел бы вступиться, потому что в данной ситуации, на мой взгляд, я вижу недостатки, вижу недостатки музыки, которые, так сказать, есть в песнях. И насчет проблемности могу сказать следующее. Да, наверное, там не хватает, но он рисует свои картины. Он рисует свои картины и, как бы, придраться к ним, он видит то, что он хотел сказать, он сказал. Это факт. Что, что, единственное, что бы помогло ярче это выразить, это музыка, которая там должна быть. Значит, дело в том, что все песни у тебя идут обязательно с повторяющимся рефреном. На мой взгляд, хотя бы ради разнообразия, я не говорю уже о смысловой стороне вопроса, хотя бы ради разнообразия попробуй в каких-то песнях не повторять рефрен. А это именно как раз три песни такие подобрались. Значит, следующее. Они практически на одну мелодию все три песни. Значит, придумай, посиди. Дело в том, что у Акуджава тоже три аккорда, но эти три аккорда, на эти три аккорда написана такая тема музыкальная, на каждой песни самостийная, которую многие композиторы с высоким именем не могут написать. У него у Акуджава, у Брасанса, у, я не знаю, там, у того же самого Высоцкого тоже три аккорда, но темы музыкальные, они очень сложные на самом деле, при всем, при своей кажущейся простоте гармонической. А в принципе, в целом, то, что я могу сказать, что все это слушается, все это слушается очень достойно, очень высоко, ну, это такими проблемами страдает половина авторов России. Больше. Так что, и говорить о том, что, говорить о том, что, как о недостатке, я не вижу. Я просто хочу сказать спасибо, мало того, что, так сказать, человек, просто я, не буду сейчас говорить, значит, пишет песни постоянно, постоянно пишет песни. Вот, Саш, кстати, Абакуджава, да, две песни? И каждый год, каждый год новые. Абакуджава. Абакуджава, при всей его, опять-таки, гармонической ограниченности, да, методически подходит к музыкальной стороне, очень характерно. Он песню придумывает в голове, как нечто целое, а реализует ее в звук через проигрывание на пианино одним пальцем. Пока он мелодию не проиграет, за гитару вообще не берется, потому что этот ля-минор дурацкий, он за собой его уводит просто ужасно. Я в последнее время так стал делать. Придумал мелодию и не беру гитару. Пока гера, я ее спою гере, он мне показывает, как ее сыграть, и после этого, ну это как бы, я сегодня пел очень старые вещи. Это метод Городницкого, тоже осторожнее с ним будь. Надо мелодию зафиксировать каким-то образом. Все, что я напридумывал и пел, пока сочинял, уходит куда-то туда подальше. А если гера покажет, и я еще смогу сыграть, то что бы... На самом деле, на самом деле все здорово, Джавид. На самом деле все здорово. Спасибо тебе, родной. Спасибо. Все здорово. Давайте, кто у нас поэт хочет выступить? Геннадий Салаев, пожалуйста. Полковнику никто не пишет, за тем, что он ненужным стал, за тем, что стал седым и бывшим, пройдя отставки перевал. Обиженный, но все гестрогий, из-под бровей усталый взгляд. Его мозолистые ноги войны минувшей боли хранят. Покрытый осенью полковник, один в лесу опавших дней, Как мемуаров однотомник среди ушедших в ночь друзей. Полковник знает, не дождется он уж вестей. В осенний сад весна надежд не разольется, Забыт в глуше годов, солдат. Так будем, люди, человечные, Мы всем былой войны сыны. И потому, что мы не вечны, Храните память, седины. Вот это одно. Ну, тут сидят женщины красивые. Так я, как мужчина, несколько лет назад написал им одно стихотворение. Это страница третья. Как приятно быть красивой, Быть обласканной вниманием и знакомых, и прохожих, Быть достойным восхищения, Алых роз, притимным стужи, И санетов, и романсов. Как противно быть красивой Среди взглядов ироничных, Полной зависти, коварства, Средь подружек с лестью лживой, Среди взглядов похотливых, Рук, как щупальца липучих. Так, красавицы, по жизни, Дар от Бога проносите, И пусть будет эта ноша Легче ветра, чище неба, Чтоб своею красотою Были счастливы вы долго. Ну, тут я сразу пропустил. Это крест большой, тяжелый, И цветами он украшен, И шипами он утыкан, Сотка он из ароматов, Из лучей и из дождинок, Дождинок дней весенних, Дней осенних. Вот, ну, с вашего позволения, Коль вы мне даете всего три штуки, На все-таки прочитаю четыре, Одну маленькое. Вот представьте себе море, Каспий, Аполлон и младенец, Страница пять. Каспий, Море, Из волн морских, С младенцем на руках, Но не Мадонна, нет, Не Афродита, Выходит Аполлон, Его в глазах, Каспийского июля сине разлито, Уверенно идет он по волнам, Груди дитя любовно прижимая, И солнца луч, Дочурки по губам, Скользит на них, Улыбкой уиграя, Выходит он с младенцем на руках, Веспенье волн, Прохладных и безбрежных, А детские ручонки на плечах, Доверчивы, В прикосновениях нежных. И все-таки еще одну почитаю я, Самое последнее. Это шуточное, Называется, На последней странице, Девятое. Объявление в газете. Это было написано, Примерно, значит, Лет 15-20 назад, Когда был мощнейший кризис В Советском Союзе. Тем не менее, Сейчас еще не исчез. Читаю объявление в газете. Чего там только нет, О, Боже мой, Я узнаю, Что все на этом свете Смогу купить и летом, И зимой, Машина, И здоровье, И картины, И безделушкам там числа не счесть, И пылесосы купишь, И квартиры, И много раз потерянную честь. Конечно, и любовь недорогую, И голубую, Себе тот модным стал. Могу купить и родину другую, В Австралию, В Австралию, В Канаду, В Сенегал. Читаю дальше. Совесть потерялась. Но шею, Чему прошу, Не возвращать. Она в болоте жизни Замаралась. К чему мне с ней Мучиться опять? Не надоела мне она, К тому же, Ее латать я истирать устал. Вокруг блестят От этой стужи, От этой стирки лужи, В которые Кому не лень плевал. А сколько стоит совесть? Интересно. На метры Или на вес товар идет? Ведь все о ней толкуют повсеместно. Политик, Моралист И идиот. Купить мне что ли Магии на счастье? Там белый или черный? Все равно. Чтоб гороскопы чары И ненастия Я чувствовал порой, Но лишь в кино. Но денег хватит Только на газету. Куплю ее И натощак прочту. Не следуя Редактора Совету В нее я заверну Свою мечту. С Вашего позволения, Если вы Полностью Геннадий Салаев Отчество Дядя Ген Геннадий Так, дорогие друзья, Кто хочет высказываться? Микрофон у нас. Я хочу Сказать Я давно знаю Геннадий Салаева Опять давно знаете? Не, ну просто Ну не надо это Никому не интересно Говорите по существу Я хочу сказать, что очень талантливый человек Очень талантливые стихи Ну с маленькими недостатками Все Свои недостатки знает Свои достойки он знает И мне очень нравится И вообще Еще хочется выступить Когда пишем о женщинах Я не думаю, чтобы это Было приятно Особенно в таком формате Как вы пишете Вот Аполлон с ребенком Вот эту аллегорию Я никак не могу понять Он что, ребенка спасал? Он его Вытаскивал из воды? С какой целью Он вышел с ребенком? Для чего? Почему? Все осталось вопросом Поэтому это аллегория Потому что я сам занимаюсь аллегориями Ну совсем непонятно Что касается последней Совесть Вот продают Последние произведения Вот соберите все Вот ваши все три Первые произведения Которые вы здесь наметили читать И которые вы так Вне конкурса последние прочли Вот эти все три Не стоит последнего одного Настолько оно последнее у вас сильное Все три можно просто выкинуть И вот это одно Прочитать нам со сцены Этого было бы достаточно Чтоб вас назвать поэтом Спасибо за ваши стихи Особенно я вам как женщина За стихи о женщине Очень с большим Глубоким пониманием От души говорю И вообще так по форме Мне очень нравится И вот ваша строчка Меня там сразила На смесь Политик Кто-то там и идиот Это супер Спасибо У вас очень много Ну вы знаете мое отношение К вашим стихам У вас очень много Поэтических находок Единственное замечание Вы их так невыразительно Читаете Что на слух Очень часто Просто не воспринимается Вот покрытый осенью Полковник Если его прочитать Так здорово То оно будет производить Гораздо большее впечатление А вы очень так Монотонно его прочитали Ну из чего Вы знаете Нет Ну это может быть После Оксанова выступления У нас тут уже второй день Творческие мастерские Я думаю У нас будет очень много Ценного Полезного Все литературное И музыкальное Которое сообщество Вот у меня сейчас появилась идея Может быть организовать конкурс По чтению стихов Авторов клуба Потому что например Вчера Валентина Ифиндева Невыразительно почитала Сейчас вот упрек Геннадия Савраева Ну вот Может быть нам организовать Такую Давайте об этом поговорим Попозже Сейчас мы давайте Вообще Чтение Это отдельное Это отдельный разговор Читать стихи Это очень сложно Единицы читают Просто прекрасные стихи На самом деле Как правило Поэточи свои стихи Читают плохо И это нормально Это К этому все привыкли И надо к этому относиться Терпимо Вы читали для своих стихов На мой взгляд Нормально Понятно все Что вы хотели сказать Здравствуйте Я про Геннадия Уже написала все И все высказала У меня что называется Но Я не согласна с Пашой Самое лучшее стихотворение Аполлоны Молодильницы Когда мужчина Столь нежно относится К ребенку И столь восхитительный Мужчина Относится Нежно и трогательно К ребенку Это вообще Прекрасная Идея стихотворения Сама Кстати это находка Авторская Поздравляем с ней Геннадий Я вас слышу В первый раз Поэтому Конечно Я многого Не знаю И уж Опять таки Примите какие-то Сразу извинения Что Ежели чего Не понял У меня получилось Если проводить конкурс Внутри Четырех Прозвучавших Стихотворений Распределение Такое На первом месте Стихотворения О женщине На втором месте Объявления В газете А полковник С Аполлоном По разным причинам Делят Третью строчку Потому что Ни то ни другое Не могу Отнести к удачам По разным причинам Из этого Конкурса Следует Для меня Вот такой вывод Что Автор Безусловно Одаренный Поэтически Скован Необходимостью Например Рифмовать Поскольку Самая Торчащая Мешающая Воспринимать Особенность То что Хорошо Там хорошо А то что мешает Мешает рифма В полковнике Она там банальная В основном Она местами Неточная И И самое главное Видно Как Поэт Мучительно Пытается Ее подобрать Из-за того Что там надо Ставить рифму Смысл Пропадает Вот когда Когда у вас Была Свободная Восточная Форма Безрифменная Про женщин Там все Лилось Как из ручья Гладко Там мысль Была ясна Когда вернулись К объявлению В газете Там Вначале Было просто Очень здорово Потом Где-то Опять Рифма Помешала Вот Что с этим Делать Уже Непонятно Но Вот Такое Впечатление Что Белый стих Ритмический Вот Он Может Оказаться Саша С этим Делать Следующее Человек Писал стихи И пусть Продолжает Писать И слава Нет Я в качестве Примера Могу привести Первое Городницкого Которому Тоже Значит Уже Далеко За 70 Под 80 Второе Евгений Данилович Агранович Буквально Помер В этом году На 91 Году В жизни Писал До последнего Вот И Это Возраст Не помеха Да Простите Геннадий Вот я Хотел Вам Как раз Сказать Тут Вот Чем Дело Еще Дело В том Что Полковника Никто Не пишет Была Уже Использована В общем Это Первая Сточка Она Это цитата Да Это Цитата Но И Кроме Этого Названия Журнал Романа Использовалась Уже И В песнях В общем Так Получается Вот я Хотел Обратить Ваше Внимание На строчку Вот В этом Стихотворении Самое Стихотворение Хорошее Я с ним Полностью Согласен Вот И полковника Прочее Да Но Может быть Имеет Смысл С ним Еще Поработать Вот Покрытый Осенью Полковник Вот Слово Покрытый Покрытый Вот Еще Бывает И Покрыть Можно Матом Можно Там Лошадей Там Или Достаточно Много Значений Понимаете И Когда Человек Читает Вот Этот Текст Допустим Да Вольно Невольно Возникает Ряд Ассоциативных Картин И он Из них Выбирает Ту Которая Подходит Для данной Ситуации У вас Вот Просто Насчет Этого Покрытого Осенью Я бы Например Подумал Очень Хорошо Потому что Дает Сразу Повод Для Каких Насмешек Для Каких Неверного Или Изгаляния Всяких Для Людей Просто Честное Слово Вы просто Не обратили На это Внимание Вот и Все Это Элементарно Красивые Женщины Хорошо Это Все Нормально Ничего Нет Никаких Возражений По Поводу Аполлона Я считаю Что Автор Имеет Право Ну Вот Все Там Выходит Женщина Вот Он Увидел Мужчину Который Уходит С Ребенком Он имеет Полное Право На Такое Видение Что А вот Объявление В газете Если говорить Честно Меня Немножко Смутило Вот Вы Ряд Какой Вы Страиваете Машины Здоровье И Картины Вот Смотрите Машина Предмет Здоровье Это Уже Совсем Другое Картины Опять Предмет У нас Не Ну Я Понимаю Но Вы Все Таки Не Объявление Пишите Вы Пишите Стихотворение Вообще По поводу Объявления Такое Замечание Ну Вокруг Блестят От этой Стирки Лужи В которой Кому Не лень Плевать Плевал Понимаете Вот Вокруг Блестят От этой Стирки Лужи Это одна строчка У вас Целых Пять Слов Которые Кому Не лень Плевал Четыреста Слова В одной Строке Но Нет Я хочу Сказать То Что Вы Очень Как-то Дробите И Все-таки Слов Наверное Вот При вашем Ритме При вашем Размере Надо Пытаться Как-то Более Емко Писать А Вы Немножко Дробите Вот Эти Все Вещи Ну И Не следую Редактора Совету Вообще-то Советует Не редактор В объявлении Газете А все-таки Тот Кто дает Это объявление А редактор Он Что Он Просто Как бы Проверяет Но Сам Редактор Честное Слово Не советует Вам Так что Ничего Страшного Вот Все Замечения Спасибо Вам И Вам Успешного Творчества Дальнейшего Простите И Кстати Видно Что Вы Не Один День Занимаетесь Литературой Это Сразу Видно У вас Рука Набитая Вы Достаточно Свободно Владеете Работой Вот Все Сабина Ахмедова Приглашается Вчера Такие Бурные Дискуссии Развернулись По поводу Моей Разнесчастной Попы Что я Не успела Поблагодарить Тех Кто Меня Поддержал И Точно Так же Всех Тех Кто Был Недоволен Уважаю Любое Мнение Так что Спасибо Благословляю Вас Мои Друзья Пусть Вас Немного Каждые Откровения Если В чем-то Ошибаюсь Я Когда Хочу Ой Можно Еще Раз Благословляю Табуреточка Есть Табуреточка Ее Можно Поставить Вот Сюда Перед Собой Благословляю Вас Мои Друзья Пусть Вас Немного Но Любой Задюжину И Если В чем-то Ошибаюсь Я И Так Живу Как Вовсе Жить Не Нужно Вы Скажете Об Этому Нет А я Благословляю Вас Мои Друзья Благословляю Вас Мои Враги Пусть Вас Немало Каждый Откровенья Когда Мои Победы Дорогие Когда Хочу Остановить Мгновенья Честнее Злобы Не Найти Других Благословляю Вас Мои Враги Благословляю Вас Кто Рядом Был И Вас Кто Безразличным Был Прохожим И Вас Кто Безответно Но Любил И Вас Кому Влекло Неосторожно И Вас Кто Помнит Или Позабыл Благословляю Всех Кто Просто Был Слышно? Вы меня извините Если я буду листы переворачивать Песня называется Белый Бред Белый Потому Что Не В Рифму Предупреждаю Сразу Да Бред Потому Что Сами Услышите Как Порой Несправедливые Человеки К Младшим Братьям Именами Их Играя Чтоб Хулить Или Ругаться Если Вы Неосторожно Вдруг Задумываясь О чем-то Или Уставились На что-то Взглядом Вдумчиво Туманным То Учтите Непременно Называться Вам Бараном Называться Вам Бараном Если Ж Вы Упорны В чем-то Мнение Лично Имея Не Желая Согласиться С мнением Глупым И Неправым Уверяю Несомненно Назовут Ослом Упрямым Назовут Ослом Упрямым Ну а Если Пресечете Грозным Мокриком Кого-то Или На чью-то Неучтивость Надрежащей Отвечая Не решить С рукой Пачкать Недостойного Ударив Злючей Станете Собакой Что Лишь Лает Не кусая Дамы Милые Не Злись И Про Вас Не Позабыли Если Носите Вы Горго Телеса Своей Под платьем И слегка Полней Березки Что за ней Едва Вас Видно Та, Которую Не Видно Обрисует Вас Коровой Может Есть Как Дарья Отвечая Что за ней Не В В В С Горго С В В Внимание, драгоценного внимания Много живности на свете Автор всех и не упомнит И покорнейшего спросит Извините его за это Люди, люди, человеки Неужели же вам мало быть царем У братьев меньших? Человеком называться? Или вам короны мало? Что-то вслед мне прозвучало Песня называется Веселый плагиат Вот страна, в которой мы живем А это город Который столица Страны, в которой мы живем А это лица Которые жители нашей столицы Страны, в которой мы живем А это, это банки В которых деньги должны храниться Которых подолгу не видят Лица, которые Жители нашей столицы Страны, в которой мы живем А вот и полиция Которая тоже к деньгам стремится Которые в банке должны Храниться Да так, чтоб о ним Соскучились лица Которые жители нашей столицы Страны, в которой мы живем А это девицы Которым вечно мешает полиция Которая Извините, пожалуйста А это девицы Которым вечно мешает полиция Которая возле банков толпится В которой деньги должны храниться Которых с трудом добиваются лица Которые жители нашей столицы Страны, в которой мы живем А вот это Это первые лица Которых совсем не боятся Девицы Но просто до смерти Боится полиция Что банки облепить Не подступиться Где много денег Видно храниться Но их почему-то Не видно лицам Которые жители Нашей столицы Страны, в которой мы живем А это Это детство Которым якобы служат первые лица Которым внештатно служат Девицы Которых часто гоняет Полиция Которой Банки Как о казнице Чтоб лишняя денежная Единица Никак не могла Просочиться к лицам Которые жители Нашей столицы Страны, в которой мы живем Спасибо Первый текст Я его забыла Ну ничего, ладно Ну что Так же или по-другому можем Пожалуйста Эл требует слова Костяная нога Эл костяная нога Просто Блестящие стихи Прекрасный голос И Добавок Ближе Прекрасные стихи Хороший голос Умение играть на гитаре Но почему-то Не срастается Вот Вместе все А при этом Каждая Вот Часть по отдельности Восхищает Так мы ничего не поняли Но мы будем продолжать Ничего не поняли Я вам сказал, что он Восхищается Первая песня Мне больше понравилась Чем две Последующая Потому что Первая Она более Лиричная Очень красивые стихи Песня Голос у вас Очень хороший А вот Вторая Она, во-первых Может быть Потому что У нее рифмы там нет Может поэтому Мне как-то не легла на душ Спасибо А я хотела отметить Третью песню Веселый плагиат Я правильно поняла Что эта песня У вас в развитии По-моему В прошлом году Вы ее пили Несколько В другом тексте Дело в том Что за несколько дней До фестиваля Я поменяла текст И уже вот На диске В таком варианте Там просто Игра слов Я немножко передела Ничего особенного Нет, нет По-моему Это творческий процесс Многие Потом еще 20 лет Вся возвращаются Спасибо Сабин Я думаю Что это песня Из тех Которые дописываются Всю жизнь Да? Мысли возникнут Новые лица И так далее Мне тоже По душе Больше всего Третья Правда Я не знаю Что там веселого Что там плагиатного Хороший такой Грустный перефраз Да? У меня Был вопрос Тоже по первому Тексту Можешь его как-нибудь Занести на днях? У меня там вопрос возник Я не помню Как его сформулировать Я помню Что там с врагами Рядом где-то Добро или зло Меня царапнуло? Меня царапнуло Запиши Просто я Мне интересно вспомнить Что там меня царапнуло А за третью спасибо Искренне удовольствие Получила Значит Первый Я уже говорила Своё мнение По поводу Весёлых Остроумных Ироничных песен Приятно поразила Первая песня Лирика Великолепная Прекрасная С хорошими образами И вторая Очень понравилась Я совершенно не трогала Отсутствие рифма Потому что там был размер А в принципе для песни Ну важно Я вам просто скажу На седой равнины моря Ветер тучи собирает Совершенно верно Вот я оттуда и взяла Совершенно верно Это я читала Спасибо Очень понравилась И главный смысл глубокий И опять же присутствует Та самая ирония Берёзки это вообще потрясающе Образ этих тёток За берёзками Чудо А мне к Сабине Несколько такой Провокационный вопрос По-моему это Сабина достаточно умна Для того чтобы Понимать истинную цену Своего творчества Но повторять шедевр Шедевр я не буду А вот она уже Второй раз выходит На сцену Для чего? Сабина Что ты хочешь От нас услышать? Секундочку Я Дождите минуточку Это не творческий вечер И не на вопросы отвечать Простите Во-первых Она выходит на сцену Потому что Она хочет услышать О её творчестве Мнения Людей Которым Это не безинтересно И которые Что-то в этом понимают Вот и всё Почему она выходит на сцену Почему она пишет Это вопрос Нет Не почему она пишет У меня вопрос Что значит Почему она выходит на сцену Что она хочет От нас услышать Она понимает Что она очень хорошо пишет Я надеюсь Она достаточно умна Для этого Что-то может быть Мы не можем ей сказать Вот что она хочет услышать Я не понимаю вопроса Потому что она хочет услышать Любой человек Не только Сабина Который выходит сюда Он хочет услышать Ваше мнение Вы вопрос ради вопроса Что-ли задаёте Я не понял Никто не хочет услышать Какая она хорошая Красивая Что все её знают С детства Кто знает её Там родственников Она хочет услышать Что она Вот она Вот её творчество А про своё творчество Она хочет услышать Александр Львович Можно я скажу Вообще во всём тут собрали Так Ну сегодня вы Я реванш взяла По сравнению со вчерашним днём Дело не в этом Я сразу скажу Вот такая дурацкая черта Я более адекватно Отношусь к критике Нежели к похвалам Я сама знаю Что у меня хорошо Что у меня плохо И поэтому К критике Совершенно нормально Спокойно отношусь И спасибо заранее Ну я наверное тоже Что-нибудь скажу Сначала Сначала По текстам Которая Конечно же Сильнее Чем музыкальная сторона Вот Интересно Что Музыка По-моему Сильнее всего Торчала Вот как Нечто Необязательное Из первой песни Мне так Но сейчас Не берусь Уточнять Потому что Внешнее Представление Возникло Такое Что стихотворение Само по себе Первое Оно очень интересное Цельное Вот Ничего не помню О чем там речь Вот В одно ухо Влетело В другое Вылетело Но Это свидетельствует О том Что Грехов Там по пути Точно Уж Не было Второе Стихотворение Странное Тем Оно и Интересно Музыка Там Становится Менее Заметна Вот За счет Странности Всего Происходящего Вот И Третье Практически Там очень здорово Срастается Страна В которой мы живем Там музыка Держит строку Просто как Влетая Вот Это Что касается Музыки Лучшее Что Прозвучало Это Строка Страны В которой мы живем Просто Вколачивается Как гвоздь Запоминается Мгновенно Вот Подумайте В этом направлении Из Этого Всего Перечисления Всего Происходящего В стране В которой Мы живем Мне Остались Совершенно Непонятными Девицы Хотя Примерно Понятно О ком Идет Речь Но Их Взаимоотношения Вот Например В нашей Стране Их Взаимоотношения С полицией Вот Совершенно Другие Девицы Находятся Скажем Так Ближе Может Быть Даже К банкам Чем К полиции Они у меня Которых Вечно Гоняет Полиция Девицы Которых Вот И первые Лицы Которых Совсем Не боятся Девицы Так Что Вы Так Нет Девицы Которые Приближены К особым Первым К первым Лицам Всячески Охраняются Полицией Полиция И совершенно Полиция Она же Ближе К первым Лицам Чем Чем К банкам Так Здесь же Про Денежку Если Есть Денежки То Там Все Налаживается В принципе У меня Все Через Деньги Здесь Идет Первые Лица И полиция Это Такие Взаимоотношения Это Властные Вот Тут Нарушение Властной Вертикали Совершенно Очевидно Это Может Быть Но Обратите Внимание Что Вопрос Возник Почему Такие Отношения У девиц Значит В вертикали Власти Нет Нет Автор Автор Все Сказал Своим Произведением И Если Произведение Осталось Непонятым Значит Извините Да Я Иностранец И Поэтому Я утверждаю Что Это Местническое Такое Узкое Узкого Направления Произведение Которому Не место В сокровищнице Русской Поэзии В отличие От других А вот Не надо А вот Не надо Вот Есть еще Какие-то Самарские Барды Это Тоже Полная Чушь Есть Язык Он Один И Если Мы Относимся К поэзии Если Мы Если Мы Рифмуем Кровь Любовь С вами То Не надо Говорить Что Мы Рифмуем Кровь Любовь В разных Культурах Мы В одной Культуре Правильно Правильно Саша Саша Не об этом Разговор Простите Об этом Мне говорят Что это Азербайджанские Реалии Азербайджанские Изложены так Что понять О чем идет Речь Невозможно Для кого Это изложено Саша Саша Дело в том Что Здесь Немножко Женщины Легкого Поведения И власть Продержащие Здесь Несколько Другие Взаимоотношения Не такие Как в России Вот и все Вот Поэтому Поэтому Она Иерархию Выстроила Так Как Здесь Она Выстроена Вот и все Давайте я скажу Какой там Азербайджанская Какой там Русская Это все В английском Стиле написано О чем вы говорите В стиле Кантри Ну что А вы не читали Это стишок Нет Вот дом к астрологу Мы читали Конечно читали Ну вот Вот это и плагиат Отсюда Вы как бы берете Так я и понял Вы поразительно догадались Но это подражание Это не плагиат Сейчас немножечко Все таки Пару слов Мы скажем Вот дело Вот о чем Что кому не дали Слово Нет Вот о чем Разговор Дело в том Что Сабина взялась За очень трудную тему Вообще Это сатиры Это социальные сатиры И извините Да она взяла За основу За форму Вот этот самый дом Который построил Джек Так я В прошлом году еще У нее взял этот текст С большим удовольствием И его увез к себе На родину Так сказать Где изучал Сейчас он претерпел Некоторые изменения Насколько я понимаю И Ну это хорошо Это только Говорит о том Что человек работает Но дело в том Что она взявшись За вот эту самую Тему Она на себя Звалила огромную В общем-то Задачу Честное слово За это только Уважать человека Можно на мой взгляд Да Не очень трудно Музыкально решить Вот эти все Наверняка Вот здесь Если бы Сейчас она Пела бы эту песню А рядом был Некий Какой-то Ну Как сказать Цветовой Вернее Картинный Ряд какой-то Если бы выстраивался На фоне Что-нибудь Это было бы Легче понять Что она Нам Толковала И прочее Вообще-то Это как бы Фильм У меня есть Фильм Вообще Вот 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 Это просится Это просто просится Но тем не менее Человек Это недостаток текста Что он Не Самодостаточен Нет Нет Есть Не все Возможно Решить К сожалению Где вы Видели Вообще В какой Стране Мира Чтобы Полиция Была Против Власти А власть Против Полиции Я смотрю Один против Всего Зала И буду Продолжать Это делать Подождите Господа Потому как Это очевидная Дыра В Англии А разве у тебя В словах Полиция За власть В Советском Союзе Полиция за власть У вас Полиция за власть А девицы Оказывается Посередине Стоп 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 Саша Подожди И вы говорите Это реалии Какие реалии Никаких реалий Не слышно Из этого текста А здесь По тексту Нет Здесь по тексту Нет Что она против Власти Полиция Она не дает Не дает Власти Общаться С девицы Подождите Как это так Я могу тебе Передать текст Саша Саша Давайте Попробуем Подвести Все таки Нашим депутатом Воспринимается То что Воспринимается Правильно Нет Это ваши Проблема Это вас Зацепили девицы И полиция Вас к ним Не подпускает Три года назад Сабина Пришла Со своей Первой песни Я услышал ее И вы знаете Я хочу Первое что сказать Что Налицо Колоссальный Прогресс Просто Колоссальный Прогресс То что Делала Сабина Три года Назад И то что Делает она Сейчас Это две Большие разницы И в сторону С положительным Знаком Значит Да У нее Есть Много 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 Над чем Работать И я считаю Что в первую очередь Кроме того Что она должна Шлифовать Свое Поэтическое Мастерство Она должна Шлифовать Подачу Своего Материала Подача Материала Заключается Заключается Не в том Что она должна Качественно Играть На гитаре Она должна Понять Что Если она Перестанет Зажиматься Во время Своего Исполнения Тогда она Донесет Свой материал Лучше Гораздо Надо Перейти Барьер Страха Боязни Стеснения И выйти На сцену И спеть Это твое Твое дитя Ты поешь Своё дитя И не бойся Никого Ты говоришь Слова Не бойся Вот этой критики Вообще Ничего не бойся Я с тобой И потом Все действительно Тебя поддерживают Здесь В этом зале Несмотря На какие слова Все хотят Чтобы у тебя Получилось Спасибо тебе большое Спасибо большое Следующий Сахип У меня тут Маленькие стишки Три-четыре Да, а потом Естественно Земной удел Называет название Роскошный склеп Земных царей Увидел я во сне И я вошел туда С дверей Что приоткрылись мне Взмолился я В тот жуткий миг И мне ответил Бог Смотри Никто из тех Владык Себе помочь Не смог И возопили Короли Из всех Богат земли Мы только Саван И песок С собой Взять смогли Все же Брат Ты что Не говори Но любой Кто в небо Заглядится Оторваться Хочет от земли И вспорхнуть Как радужная птица А когда Вечерняя заря Устремляет взор Твою к небосводу Сердце От парения Журавля Тоже ищет Птичью свободу Оттого Мечтаешь К ним взлететь Только я Тень Тень повсюду Рядом Что не день И лежит У ног твоих Рабою И уже Ты к этому Привык Но запомни Правило Простое Только небо Мглой Затмиться Стоит Тень Твоя Исчезнет В тот же Миг Еще одно Прочту И все Можно Называется Щенячья доля Стыла Ночь Во всю Луна Светилась Вой Собак Клубился Сдалека А у пня Свободно Развалилась Сука Согревавшая Щенка Приласкав Нежней Как только Можно Мордочку Чуть сонную Его Стало Бережливо Осторожно Языком Причесывать Всего Становились Звезды В небе Выше Но Несчастной Было Не до снов Встрепенулась Вдруг Она Услышав Что Несется Стая Диких Псов И Вскочила В рыках Отгоняя Бросилась Малютку Защищать Выявляя Каждым Своим Лаем Подлинную Цену Слово Мать Позабыв Про все В безумном Риске Страх И боль Оставив Позади Билась Она В кровь По-матерински До последней Капли Из Пала Назим Пала В вечность Лет А щенок Захлебывался Лаем Свори Расходящийся Во след Ведь Бедняга И не понял Даже Как жестоко Обошлась С ним Жизнь И скулил Так Жалобно Протяжно Мамочка Прошу Тебя Проснись Лишь Потом Все ясно Стало Только Он Умолк И снова Тишина А в его Наивнейших Глазенках Проблестела Мокрая Луна Извините Как вас зовут Еще раз Сахип Кто хочет Высказаться Я хочу сказать Что это новое Для меня Это новое лицо Новое имя Новые стихи Они хорошие Гладкие То есть Там вот Нету каких-то там Перебивов Рифм Или недостатков Недочетов Как какие-то Паучки Там Или еще чего-то Но Даже слишком Гладко Успехов Спасибо Вы недостатки Недостатки Говорите Я хочу Критику Слышать Вы говорите Что слишком Гладко Негладко То есть Есть какие-то Зацепки Проблестела Полная Луна В глазенках Мокрая Проблестела Она Во-первых Не бывает Что получилось Самир Абсолютно Прав Если щенок Заснул У него Глаза Закрыты А в его Глазен И потом Проблестела Проблестела Промелькнула Заблестела Заблестела Проблестела Не бывает Заблестела Почему закрытая Он же спит Он заснул Нет Мать его И его мать убили А он возле него Скоро Проблестела В смысле Я же не могу сказать Что слезы Я должен написать Слезы Не знаю Как надо написать Но царапнула Проблестела Мокрая Промелькнула Может быть Не знаю Может и не промелькнула Не подходит туда Другой образ Но проблестел Не просто Вы сказали Что Гладкие стихи Нет Не гладкие Мысли хорошие Очень Вот Третье стихотворение Мне понравилось Хорошие Первое Склеп Цари Это Амархайям Я однажды Кувшин Говорящий Купил Был я Шахом Кувшин Безутешно Вопил Стал я Прахом Гончар Мне осозналась С праха Сделал Бывшего Шаха Утех И кутил Это Мысль Неоригинальная Ну сделано Нормально Третье Мне понравилось Честно говоря А вот Четвертое Цепляло Все время Вот Какие-то Ну вот Шероховатости Шероховатости Давай Пожалуйста Дальше Ну там Вот Сказали уже Амархайям Последний Есенин Семерых Ощенил Сука Рыжих Семерых Щенят До вечера На их ласкало Причел Своя Заком И строился Снежок Потал И по теплым Ее животом Но тем не менее Тем не менее Есть настроение Цепляет И тем обиднее Действительно Очень много Всяких Вот стилистических Помарок Ну у меня нет На руках текста Трудно Так вот Говорить Устно В первом Стихотворении Там очень Сильно царапнуло По ритму Не из двери А с двери Это не по-русски Ну В последнем Я говорю Очень обидных Много помарок Потому что по мысли По эмоциям Это хорошее стихотворение Спасибо Сахип Скажите пожалуйста Кого вы читаете Из поэтов Я читаю всех Абсолютно всех Это неправильный ответ Конкретнее Вазеха Низами Насимии Вы пишете только на русском языке Только на русском Я читаю Пушкина Я читаю Есенина Понятно Современные Современные Или близкие к современности Поэты Есть у вас любимые Нет Я читаю пластиковые Собственно вопрос не к тому Чтобы пытать вас Насчет знания Современных имен Просто их немножечко Учитывая современную Специфику Из-за кого их Надо знать Почитайте Ну кто у нас сейчас Ну Одно из самых известных Набрягших имен От кого можно научиться Любому проявлению формы В стихе Бродский Естественно Почитайте Бродского У меня например Лично у меня От самых простых Легко читаемых Стихотворений Бродского Сейчас я получаю удовольствие От его Длиннострочных произведений Когда там от начала Строки до конца Уже в принципе Кто-то мог бы и забыть С чего начиналась строка В это надо немного В мелодику вписываться Вам немного надо Варьировать Языковые Стиховые формы Они у вас все Прекрасные Гладкие Замечательно Учитесь их нарушать Правильно только нарушать Акцентный стих Укороченная строка Удлиненная строка Почитайте Того же Бродского Там дальше Лиха беда Начало Очень много Современных Русских поэтов Хотите подойдите Потом на бумажечку Запишу Многие имена Которые не мелькают Сильно Здравствуйте Я опять скажу Немножко о реалиях Нашей жизни Дело в том Что Пушкин Лермонтов Все то что считается Старьем Это осталось от наших Мам и бабушек Современные книги В современном мире Очень недешево стоят И покупать их нелегко Сандернату может быть лично Но я всегда выйдет Теперь по сути Я помню Как вы начинали С есенинского стиля Саи По-моему Было слишком много Архаизмов И сей И вот Что-то Вот это резануло Немножечко Получается Натянуто Очень много Архаизмов Слишком Не в этом дело Все должно быть в миру А получилось На слуг И это прозвучало Как Даже не просто Подражание А перепевка Чего-то Это хорошо Но когда Одно-два-нутри слова Все-таки Наверное Этого было слишком много Про какое стихотворение Вы говорите В первую очередь Про первое В первую очередь Архаизмы Это прекрасные вещи Да Но Но Сагиб Начинающий поэт И я смотрю С большим удовольствием Слежу за его творчеством С каждым Стихотворением Все лучше 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 Даже приятно Вот аллегорический стих От други Тень Это впечатляет Человек Это произведение впечатляет Ну последние Есть ошибки Такие вот Вроде Щенок остался живым Почему? Обычно Щенка в первую очередь Да Да Некоторые такие есть Философские ошибки Мать не пустила Да Мать не пустила Ну такое обычно не бывает Если налетает Там все Вот 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 на этом произведении Аллегория Я бы особенно остановился Вот О дороге Это говорит Что касается стиля Она отрабатывается годами Стиль поэта Вы его Мне кажется Нащупываете Уже Найдете его И Сами уже будете Сами себе уже диктовать Что писать Как писать Ну что Так По третьему произведению Если судить То неплохо Очень Неплохо Понравились Понравились первые Три стихотворения Понравились Четко выраженным Личным отношением К высказываемому Вот Высказывалось Какой Высказывалось Какой-то Свой взгляд На Общую Для всех Нас На общие Для всех Нас Проблемы Вот Первая Вторая Третья Это Так Как видится Вот эта проблема Вот В первом Стихотворении Концовка Какая-то Странная Немножечко Там Я Я задумался Вот Третья Без вопросов А четвертая На этом фоне Оно Совершенно другое Оно Не о себе Это Аллегорический Сюжет Который Что-то Должен Как бы Выражать Вот И Соответственно Автор пропадает Куда-то Его О чем он О чем он Думает Говоря О суке О щенке О своре О чем речь Проблематика Тема матери Вот Это ваша мать Щенок Это вы Но вот Я понимаю Что вы куда-то делись Из этого стихотворения Вот И на этом фоне Плюс К тому Что исчез автор Его Личный Личный Взгляд Появилась По ходу Пьесы Масса Всяких Ляпов Таких Мелких Я думаю Сейчас Редактор Коля Должен Просто По Блохам Пройтись Там Где-то Ударение Смещается Куда-то Слова Слепаются В одно И так далее И так далее Вплоть до неточных Рифм По-моему Там дело Доходило Вот То что называется Инверсия Перестановка Смысл Слов От правильного К неправильному Там были Какие-то Очень неудачные А вот Первые три Там были вы Это очень ценно Знаете Давайте Сделаем Так Здесь Очень В общем Не хотелось бы Присутствие Всех вам Там Редактировать Стихотворение Николай Мы сейчас После После Мастерских И Вам просто Покажут Спасибо вам Продолжайте Писать стихи Лена Гуршинкель Не догоню Хоть согреюсь Да Ремень-то я Подтянула Настройщик Его растянул Не ожидая Плохого Спишь На печи И спепеляющий Холод В душу Стучит Над кофеваркой Хлопочешь Ждешь У двери Холодно Холодно Очень Дверь Отопри Под одеяло Забейся Затрепещи Неосужденный За бегство Свид На печи Где-то Лампада Погаснет Где-то Свеча Нам не грозят Десять казней Нет палача Здесь Ни нашествий Ни молнии Ни саранчи В этом Бесцветном Бесцветном Безмолвье Мы палачи Здесь Здесь Ни египтов Ни греции Жгут Холода Что ты Я только Погреться Я не Навсегда Следующая В реке Она там дальше По тексту Человек просится Без очереди На мастерскую Ибрагим Начинающий автор Он завидует Он передумал Присаживайся Остановите у реки Свою вскрепучую телегу Мигнут морзянкой огоньки Что здесь не место для ночлега Ни дребезжащему лучу Ни затихающему следу Я больше верить не хочу Я просто дальше не поеду За ускользающей чертой Река сольется с облаками И не найти лощинки той Где соловьи не замолкали Вода как облако светла Но в ней блуждаешь Как по лесу Я здесь не раз уже была И снова в реку не полезу За плетным берегом плыла Плыла, плыла, рискуя Впасть в немилость Я даже воду здесь пила Пока совсем не отравилась Не отыскать твоей руки И нет реки конца и края Роняю на воду круги И молча камни собираю Остановите у реки Свою скрипучую телегу Мигнут морзянкой огоньки Что здесь не место для ночлега Ни дребезжащему лучу Ни затихающему следу Я больше верить не хочу Я просто дальше не поеду Третью для ровного счета Или хватит? А? А текость это на первую страницу Перелесните, пожалуйста Круги Ускользать от неизбежного Мчаться белкой в колесе Бестолково и небережно Попытаться жить, как все Никакими измерениями Не изменится расклад За чертой не будет времени Лишь один Эдемский ад Лишь один Горизонт искрит зигзагами Небо вязко, как кисель Мы в какие круги загнаны Человечки в колесе Здесь мыслишки, там вопросики Убегай и не перечь Развернется вспять колесико Чтоб рассудок уберечь Не случится повторения Хоть полсвета беги За чертой не будет времени Только новые круги И закат богатый ямбами В телефонных проводах Ляжешь спать в саду Под яблоней Не попробовав плода Ускользать от неизбежного Лучаться белкой в колесе Кто хочет высказаться? Ибрагим хотел высказаться Я слышал Во время выступления Как хрипит ее инь Задушенная ее же янем И вот эти К сожалению, вот это янь Начало передавливает Ее романтическую И довольно-таки поэтичную инь Вот женское начало Задавлено чем-то Но, конечно, это очень Поэтически интересно Конечно, на мой взгляд Но вот и в исполнении, к сожалению Какое-то более мужское исполнение Хотелось бы это убрать Смягчиться Хотя бы, так сказать, театрально Хотя бы Обыграть женское начало Притвориться женщин В конце концов Невооруженные женщины Я имею в виду Не либидо Я имею в виду Притвориться ранимые Невооруженные женщины Беззащитные А что это? Ну ладно, тогда надо не с гитарой выходить А с боксерскими перчатками Давайте будем обсуждать Не прекрасную женщину Кому-то она может нравиться Кому-то не нравится Мы это сейчас не обсуждаем Обсуждаем стихи Причем тут Песня Даже не песня А именно поэзию Я хочу сказать Надо обсуждать песни сами на самом деле Хорошо, да Ладно Потому что, мне кажется В авторской песне Чуть немножко превалирует все-таки поэзия Неважно Но песня Мы же называем это песней Да, да, да Я понял Вот в песне Я хочу сначала обратить внимание на стихи Мы здесь много говорили Вот Женская поэзия Мужская поэзия Там, я не знаю Социальная поэзия Несоциальная Любовная Бабская Небабская Слушайте Бывает поэзия И бывает все остальное Вот я хочу сказать Что это поэзия А уж Женская она и не женская Это уже Да Я не слышал О чем здесь разговаривали Поэтому Я просто хочу сказать Что поэзия Ну вот поэзия Все Что еще сказать А там уже, конечно Если кто-то хочет повыпендриваться Он миллион слов найдет Миллион эпитетов найдет Мне кажется, это не важно Есть поэзия Есть все остальное Вот На мой язык Поэзия Дорогие друзья Давайте не спорить друг с другом А работать как бы на автора Потому что Ради чего мы здесь сидим Не для того, чтобы какие-то свои Разборки произвести А чтобы автор получил обратную связь Давайте высказывать разные мнения Не совпадающие друг с другом Автору интересно Я хотела сказать, что я не бар Я просто люблю поэзическое слово А вот я сейчас хотела сказать У нас происходит Кроме мастер-класса Барьюти У нас еще происходит Как бы мастер-класс Ну я не знаю Российской Баршковой И вот она сказала А сейчас показала нам примеры Ну Можно сказать Современной поэзии Спасибо большое Смотритесь вы очень хорошо на сцене Вы внушаете доверие к себе Но есть некая манерность А вот она отталкивает Вот вы хотите быть умнее А вы и так умна И вот это получается Недоверие к автору Вот есть какой-то резонанс В том, что происходит В действительности И то, что есть наяву Может быть я в этом случае С Ибрагимом согласна Так Во-первых, можно было встать Когда я, например, встаю Не любить или не критиковать Не хвалить Что касается выступления Лены Всегда ее с большим удовольствием слушаю Что касается Ибрагим Янь, Инь и так далее Это философия Это лирика Женская лирика Ей удалось Говорить о любви Говорить о вечном Говорить о чем-то О том, о чем говорят веками И так не могут договориться Она умудрилась это сказать Вот на грани фола Не упав в пошлость Не упав в банальность Используя красивый Добротный Продуманный Русский язык Это владение речью Это подача Женское или неженское То, что много в ней мужского Это то самое отсутствие Ненужной сентиментальности Которого у нее просто нет Есть мозги очень хорошие Добрые Мудрые, думающие женщины Очень приятно всегда слушать Спасибо Ну Я, в общем-то, фотограф А не литератор Однако Довольно Очень жестко всегда отношусь Ко всему, что слушаю Или читаю Очень мало и редко Кого-то хвалю Так вот Ибрагим Я не увидел здесь Чего-то мужского В людинах В Ленненных стихах Понимаешь? Никакого мужского начала Это были хорошие Лирические стихи Это были стихи Женщины И правильно сказала Сабина Он кого-то похвалил? Он кого-то похвалил Я не знаю, как До сих пор мир не рухнул И по еще живый потолок стоит Джафаров похвалил Это убийца веником Это вообще что-то Это значит, действительно классно Это действительно классно Потому что это никого не похвалит Сам Джафаров похвалил Сейчас Костромин все исправит Странно, что здесь Он не замечает главное Писать стихи Это одно Обычные стихи Но если там присутствует Ирония, юмор Аллегория Это особый дар Вот этим юмором владеет Многоуважаемая Елена Гурфинкель Жаль, что этого юмора Мало в ее стихах Они бы многого выигрывали Многого выигрывали Вы сами даже не понимаете Сколько бы они выигрывали Этим, например, Русосский пользовался И прочее И как мы всех уважали Нет Легкий юмор Юмор бывает разный Сатира Поражающая печенкой и сердце Есть и легкие, которые наоборот Веселит всех Вот это я хотел заметить Потом очень есть богатые такие вот Вскрытые Многим не заметят Вот Не попробовав плода Ложиться спать Довольно-таки Тонкой философии здесь Потом вот вы себе Пишите Вот здесь Поете За чертой Ну Я не знаю вашу жизнь Почему вы себе Отправляете в ад Мне кажется Это будет решать уже бог А не вы Потом вот вы пишите Дальше не поеду Жизнь Она заставляет ездить Куда угодно И как угодно Так что Вы не торопитесь Останавливаться Да Да Очень богатый у вас Очень Да Нет Вы сами пишите Да Вот С пружской В общем Главная черта Что вы владеете Юмором И не забывайте Об этом Старайтесь Почаще использовать В своих произведениях Клянусь Сильно выиграете Клянусь вам Вы будете спорить С предыдущим оратором Ну дай бог здоровья Что хорошо сказал Нет Спорить мы не будем Я просто хочу сказать О Когда ты берешь на себя Ответ Рецензировать Чьи-либо тексты Можно выйти Выступить Показать Простите Не знаю Как вас зовут Можете ли вы Связать две строчки Вообще Потому что По вашим рецензии Нет Хорошо Это неправильно Сабин Я другое скажу Когда вырывается текст Я не буду Когда вырывается текст Нет Мы сам дурак Мы не играем Я вас поняла Все Я просто хочу сказать Когда вырывается текст Человек невнимательно Слушает текст Вырывает Не по контексту Судит О смысле стихотворения Неправильно поняв Это другой разговор И постоянно такое происходит Я просто думаю Надо быть внимательнее К тем кто там Больше ничего Значит мне кажется В данной ситуации Если кто-то хочет поспорить По строчкам И по стихам Мы вот эти строчки Видим глазами Вы их не видите Вы можете подойти к Лене И попросить Лучше подойти почитать Мне кажется В данном случае Поговорить просто предметно Это немножко Непредметный разговор Потому что что-то Не запоминается Что-то не расслышали Что-то не в контексте Где-то запятую не увидели Поэтому мне кажется Все-таки Стоит Стоит вот так вот Подходить Так есть Кто хочет еще сказать Небольшая реплика О музыке А вот Мне кажется Вообще Под такой аккомпанемент Я не понимаю Как она еще и поет Вот с этим Что-то можно сделать Хотелось бы А что вы имеете ввиду Под этим можно сделать Ну как-то Усовершенствовать Музыкальную Совершенству предела нет Ну да Совершенству предела нет И Лена Из года в год Совершенствуется Дай бог ей здоровья Я вам могу сказать Это точно На самом деле Мне кажется Вот этот вот Треугольник Скажем так Поэтическая Ее составляющая Исполнительская И музыкальная Вот они Неравновесная Хотя в общем-то Желательно Чтобы Спасибо Я попробую Продолжить Наверное Предыдущего оратора Это конечно В каком-то смысле Мелочь Потому что Главное Что Слышно В В песнях Лены Это Наличие Настоящей Лирической поэзии Положенной На настоящее Музыкальное решение Которое Ее Поддерживает Эту Музыкальную Поэзию Остальное В частности Главное Это конечно Очень сильный Уровень Он заявлен В первую очередь Тестом Текст Абсолютно Плотный Насыщенный Ну Это Кто Сказал Есть Есть Поэзия Нет Поэзии Это очевидная Поэзия Вот На этом Фоне Предыдущий Оратор Затронул Частность Очень мелкую Звук гитары Звук гитары Вот сегодня Был просто Грязный Скрипели ногти Не дожимались Аккорды Звук Вот по эту сторону Баррикад Был чудовищный Ежели относиться К нему Как звук Лена Это я тебе Как гитарист Гитарист Я не знаю Это что Ногти Я в следующий раз Возьму свой ремень Для любой гитары Это Звукоизвлечение В правой руке Называется Это Какая-то Очень странная вещь В общем Сегодня Сегодня С гитарой Не срослось Эл Хочет сказать И я Два Вопроса Еще договорю Да Третья песня Все Нет вопросов Песня состоялась Там Я понимаю Все от начала До конца Меня держат И не отпускают Вторая песня Почему-то Меня оставила Достаточно Как-то Чуть-чуть В стороне Я Мне было Скучновато В каком-то смысле Я не понял Что произошло Вот Вероятно Произошло То Что Первый Песня Поставила Мне Непонятку И я Сидел И думал Эту непонятку О чем же Там речь Речь Там вот О палачах И десяти Египетских Казнях Вот Нет Среди Нет Я понимаю О чем Там речь В целом Но Есть слово Оно было Сказано Нет Палача Нет Дести Египетских Казней А мы Палачи Я думаю Кто Палач В случае Десяти Египетских Казней Куда Он Делся И Конечно Может быть Там есть В тексте Ответ Может быть Но На слух Я его Не услышал Вот И Для меня Вот Этот Образ Он Был Непонятным С рекой Там Во второй Части Что-то Было Во второй Песне Что-то Было Ну Ладно Это я Видимо Не въехал Во вторую Песню Из-за Вот этих Палачей Все Л Л Говорит Точно Блестяще Красиво Филигранно Нежно Незащищенно Женственно Это Он Как Песня И Не надо Так же и говорит Импрессионист Это называется И последнее Орать Не надо Перекрикиваешь Перекрикиваешь Так Я думаю Что Ты будешь Ибрагим Говорить Да Пожалуйста Перевирает То что я хотел Сказать Я как раз Таки Говорил Там Три Остальные части Я говорил Об исполнительской части Я не Говорил Абсолютно О поэзии Неправомощности Поэзии Или музыки Я говорил Как улучшить Исполнительскую часть А я ровно так и поняла Ну А Они что там У нас с тобой свои разборки Я так понимаю Самое главное А с ними совершенно третье Ну я просто Забешен Когда-то так С головы на ноги Самое главное Чтоб поняла Лена Ну да Я просто Это Я против Такой Наоборот Как противоположная часть Да вот сиропность Которая Проходит У Дудкиной В исполнении Слишком Паточная сладость Идет Да Как у Хомчик И так далее А у тебя Какая-то При исполнении Более Боль Излишняя жесткость Какая-то Вокальная Проходит Ну я говорю Да Это Противоположная Противоположная Сторона Вот Сейчас мы Разбираем Исполнительскую часть Вот Костромин Точно Сказал Да Гитару Тоже Ее Странствовать Надо Это Тоже Одна из частей Исполнительских Одно составных частей Все из чего состоит Авторская песня Ладно Я Честно говоря Сам Достаточно Слаб В музыкальных Решениях Поэтому Мне трудно Судить И я Тут не судя Ни в коем случае По исполнительству Да Конечно Правильные Замечания Считаю Что Есть Нужно Еще Есть Работать Но Предела Совершенства Нет Значит Что хотел Сказать Вот Можно я Просто К вашим Словам Хочу Сказать Нет Я хочу Сказать Что Вы Вы понимаете Вот я говорил Стихи шикарные Музыкальное сопровождение Тоже очень хорошее Очень правильное Которое подчеркивает Ваши стихи Единственное Ну не поймите меня Неправильно Ни в коем случае Если вы этим занимаетесь Профессионально Ну поверьте Что должна быть Хорошая гитара Это Глупо может быть Звучит Это чисто так Этот грешок Я знаю А это ваша гитара Да это гитара А у Раджавида Все виновата Между прочим Не просто сейчас гитара То ли была не настроена То ли что Хорошая гитара Нет Я имею ввиду звук Я имею ввиду баланс Между голосом И звуком Иногда Да вы понимаете Иногда Надо было напрягаться Чтобы услышать Вот Движение мысли Понимаете А гитара Иногда сбивала А так Все Шикарно Вы знаете Вот давайте Будем подводить итоги Что хотел бы я сказать Вот На основе того Что вы говорили Дело в том Что Лена Она На мой взгляд Вот самый Что ни на есть Настоящий Классический Автор К ней придраться Можно Ну по мелочам Сказать Что сегодня У нее не звучала Гитара Вчера Когда мы пили Вечером В этом самом Нашей гостинице Без всяких микрофонов Все звучало Все хорошо И в основном Это всегда звучит У нее хорошо Поэтому я не стал бы Сейчас обращать На это внимание У нее с этим Все в порядке Я хотел бы пожелать ей Чтобы она Росла Как автор Росла Чтобы у нее было все Не вшире ввысь А чтобы она росла Именно поэтически И музыкально Музыкально Больше бы пожелал Чтобы росла Потому что Ну вот Для меня Немножечко Потому что Я все-таки Песню рассматриваю Как синтез Не хватает Чуть-чуть Ну самую малость Музыкального развития Потому что Есть Некий Ну не то что сказать Однообразие Не однообразие Есть некий Лейтмотив Всех песен Барды страдают Этим Это правда Можно у себя Воровать Там Некие цитаты Делать Это правда И композиторы Воруют сами у себя Или друг у друга Но дело в том Что Хотелось бы Ведь песни же Все они Про разное Они же не только Про одно Про одно твое состояние Они про разное И вот хотелось бы Чуть-чуть Чуть-чуть На самую малость Больше вот этой Разности Появилось В музыке То есть музыка Чуть-чуть Больше отражала Твое состояние Конкретной песни Спасибо тебе Все очень здорово Ирина Зейналы Все спасибо Мне очень сложно Говорить с микрофоном Я не привыкла Можно я сначала Кое-что скажу Я очень благодарна Оксане Что меня пригласили Потому что я Мечтала об этом Очень давно Дело в том Что Я не считаю себя Поэтом Я просто человек К которому Время от времени Приходят стихи Но иногда Они приходят Напеваясь Это не песни Ни в коем случае Но иногда Они приходят Напеваясь Можно я их Так и напою Вот как они Ко мне пришли Я действительно Хотела услышать Вот Ваше мнение Товарищи Барды Начиная с первого Мне правда Очень трудно Единственное Что еще Как Здесь много Поминали Городницкого Он вчера Сказал Слава Под которым Я подпишусь И руками И ногами Я не могу Петь У меня нет Данных У меня плохо Со слухом У меня нет Голоса Простите Но вот так Они у меня Пришли Ну что же Мы неисправимы Из тех Кто верили В мечту И задыхались От рутины И рвались Рвались в высоту И зажигая Звезды В небе Срывались В ямы На земле И лишь Хихикали Соседи Считая Пелья На крыле Ну что же Мы неисправимы Из тех Кто верили В людей И человечество Делили На незнакомых И друзей И спотыкаясь На обманах И расшибая Души в кровь Мы все же Верили Упрямо Что в мире Царствует Любовь Ну что же Мы неисправимы Из тех Кто верили В себя И знали Мы Непобедимы Для всех Житейских Передряг И это Нам не Показалось Мы Побеждали Это Факт И не Услышав Слова Старость Мы Сразу Слышали Инфаркт Ну что же Мы Неисправимы Да И кому Нас Исправлять Пока Вершины Покоримы Их Кто-то Будет Покорять Пусть Современные Ребята Нас Оттесняют Колее Мы Ариергард Шестидесятых Чего-то Стоим На земле Пожалуйста Знаете Это Может Разреву Здесь Пожалуйста Не надо Второе Это Родине Я Без слов Покидала Свой дом Впереди Самолета Летя Ты Меня Провожала Дождем То ли Радуясь То ли Грустя Я Спешила За Новой Мечтой Я Стремилась К Жар Птицы Своей За Какой-то Далекой Чертой Ты Осталась Театром Теней Будут Новые Плакать Дожди Будут Новые Плыть Облака Я Тебя Не Прошу Подожди Я Душой От Тебя Далека Я Не Верю В Возможность Вернуть Все Что Временем Смято Давно Мой Единственный Выбранный Путь Уходящий Вдаль Полотном Но Во снах Возвращается Дом И Шумит Уничтоженный Сад И Ушедшие Пьют За Столом И Тепло О Живых Говорят И Как В детстве Не Заперта Дверь Потому Что Весь Город Друзья И Хранит Меня В Годы Потерь Суверенная Память Моя Но Пройдя Свой Положенный Круг Я Однажды Прощу И Прощусь И Смертельно Устав От Разлук Я Однажды К тебе Возвращусь И Приняв Возвращение Мое Так Как Мать Принимает Дитя Ты Раскроешь Объятие Дождем То ли Радуясь То ли Грустя Ну Ладно Еще Одно Там его Нет К сожалению Это Оксана Попросила Атлантида Первая Атлантида И Снова Кончается Авгон И Снова Кончается Август И Осень Стучится В сердца А Мне Почему-то Казалось Что Лету Не Будет Конца А Мне Почему-то Казалось Вдали От Житейских Забот Меня Поджидает Корабли У Входа В Неведомый Порт И Где-то Качается Парус И К Тайном Спешат Корабли И Белые Пятна Остались На Карте Старушки Земли И Где-нибудь В гавани Дальней Отбросив Привычный Уют Потомки Былых Капитанов Отчалить Команду Капитанов Сын Капитанов Капитанов Мы вместе насытимся морем И в море навечно уйдем И будут штормы, и штили И россыпь тропических звезд И женщины лучшие в мире Нас встретят охапками роз А тем, кто остался в квартирах Скажу на прощанье одно Учтите свои Атлантиды Вы сами спустили на дно Спасибо Я хочу по традиции начать Вы знаете, сегодня, сейчас мы услышали Лучшую поэтессу Баку По гамбургскому счету Ничего не понимаю Мне кажется, что Наивно, чисто и в этом прекрасно Просто прекрасно Поверьте, что Я не знаю, как сказать Об этом писалось много Но вы это сделали так Наивно, так чисто И в этом величие На самом деле Просто немножко даже Влага в глазах Слезы в глазах Я никогда не слышала Я никогда не слышала, как Эра поет Мне показалось Что-то висборовское есть В мелодиях Вот его чистота И его простота Насчет стихов Вы все знаете Мы не хвалим Поэтому я ничего не говорю Я хотел сказать Что это, в общем-то В принципе, стихи На удивление Это классический Бардовский стиль Вот Время Основателей Жанра Вот это вот Такой И уровень-то Очень-очень высокий Спасибо Я знаю, что у меня нет музыкального слуха Стихи, конечно, были очень прекрасны Особенно первые два стихотворения Такие были певучие Единственное, что могу сказать Вот третье стихотворение По Атлантиду Начало стихотворения Некоторые лихвы Были не очень четкие Единственное, что могу я Заметить Неприятное Оставляем все было великолепно Спасибо Спасибо вам За ваше творчество Очень большое удовольствие получило Это действительно Классические Бардовская песня Она Трогает своим Романтизмом Вы напрасно говорите Что вы Какого-то у вас слуха нет Вы очень хороший музыкант Композитор У вас прекрасная мелодия Которая соответствует В общем-то тексту И Носит такой вот Тоже Соответствующий тексту Характер Романтический Очень Это ваш стиль Это действительно Очень интересный стиль Но первая песня Мне кажется Это вообще Не убавить Не прибавить А вот третья Немножко длинновата Спасибо Спасибо Единственное, что это не песни Это стихи, которые напелись Песня подразумевает Песня подразумевает Какой-то строй Оранжевый Ну в общем Спасибо Я хочу отметить Что у Иры Очень хорошая детская У нее хороший был преподаватель И она Стала очень хорошим поэтом Высокой нотой И жалко, что она В принципе Не раскрывает свой талант Вот так в узком кругу Коммерческий Это Калуарно так В общем Коммерческий нет Я оговорилась Почаще хочется ее слышать И Она приходит к нам В литературное объединение Вот последний раз Она читала Очень много Живых стихов Классики И видно, что это Человек творчества Но она как-то В проблемах В быту В работе А поэзия И Слово остается Хотя столько вложено в него Извините Вас Ирина 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 зовут Да Вы обратили внимание На такие вот рефлексы Произошедшие в зале Вот Ибрагим схватил гитару И стал подбирать гармонию Да Я в уме Как аккомпаниатор Занимался ровно тем же самым Почему мы это делали? Да потому что Слушать интересно Вот что-то не хватает При этом Как аккомпаниатор Постоянно занимающийся Решением вот этой проблемы Когда мелодия есть А больше ничего нету Я обратил внимание Вот в первой песне Во-первых, она в мажоре была Что Для нас не очень В таком неявном мажоре Вот Во второй песне была Очень хитрая гармония Я там запутался в тональностях Их там три получилось Это были не эти самые Не случайные ходы А они туда были зашиты То есть Да, Атлантида длинновата Но Как сказать Это до такой степени Какой-то такой висбор Причем вот те неточные рифмы О которых сказали Это характерные висборфские Неточные рифмы Открытое-закрытое рифмуется Жизкое Жизкое Вот И Ну Ну что же Вот Все три Все состоялись И Очень жалко Что это не звучит как песня Очень жалко Все высказались, да? Вот сейчас Мы сейчас с Колей Немножко поменялись местами Дело в том, что Мы очень внимательно Смотрели на тексты И В текстах на самом деле Очень много ляпов К сожалению Очень много ляпов При всем при том, что Как бы они вот слушаются Если слушать их Просто на слух Они слушаются В общем довольно цельно Потому что подача Вот эта капельная подача Она Мне кажется даже лучше, чем Ей не нужна гитара Она поет свои стихи И все это здорово получается На самом деле И мелодии есть у них У этих стихов И В общем все нормально А ляпов там очень много И Мы не будем сейчас Их разбирать Присутственно Мы просто вам Просто покажем На наш взгляд Значит А в целом В целом Конечно это интересно Интересно Это очень близко К тому, чем мы занимаемся Ну хотелось бы Чтобы это имело продолжение И чтобы было больше интересных Новых тем Извините Я все-таки добавлю Два слова Дело в том Дело в том Что меня очень смущает Ладно Тексты там с ними Можно и прочее И прочее Но Меня очень здорово Смущает некая вторичность Вообще Вот этих Стихов Этих песен Ну они звучали Как песни В общем Все правильно Но дело в том Что здесь вы Общие слова На общие темы В общем-то И достаточно стандартные Потому что Песни подобного рода Они в общем-то Практически Повторяют все предыдущие песни Которые до этого существовали Лет Ну не все Но большое количество Этих песен Которые существовали Там В 60-х годах Не знаю С 60-го года И вот Нет Как бы Одной Такой простой Вещи Нет Вас самих В этой Есть общие слова На эти темы И прочее И прочее Как бы вы говорите От имени Какого-то количества людей Но Вот вы сами Как личность Конечно присутствует Но Вот уникальность Вашего видения Этого мира Отружающего вас Вот здесь Любви К природе Ну По всему Очень трудно Обнаружить К сожалению Вот Вот такое замечание Собственно Да Вы просили Проляпать Значит Вот несколько Ну буквально Два я назову Там или три Значит Песня В песне Есть такой Так называемый Рефрен Да Она начинает Песню Вот первую Она начинает Песню рефреном Рефрен Это должна быть Ну такая Отточенная фраза Которую придраться Вообще никто не может А она На мой взгляд Очень корявая Ну что же Мы неисправимы Ну что же Ж Ж Почему не написать Я к примеру говорю Почему не написать Мы как всегда Это проще И звучит Допустим К примеру На мой взгляд Это один лев Второй лев Пока вершины покоримы Меня эта строчка Покоробила Пока вершины покоримы Да Ну не знаю У меня она покоробила И третье Допустим К примеру Отбросив Привычный уют Я бы написал Забыв Про привычный уют А забыв Про при Это лучше На мой взгляд Мне кажется Я Нет Мы в этом деле Поймите Мы еще раз Мы выскажем Собственное мнение На мой взгляд Меня эти строчки Просто Я бы так не написал Все правильно Вот как ко мне Пришли слова Так я их записала Я теперь думала Вы на другое скажете Я правда Там смолодушничала Я там написала И расшибаясь Вновь и вновь Хотя вообще-то Изначально Там рифма Которую Кто только не ездил Кровь и любовь Ну что пойдет Если вот так вот ко мне Вот ко мне так пришло Душа разбитая в кровь Ну что Ради бога Вот как они пришли Так я записала Уже забыто про просьбу Коль Я Все-таки защищу Потому что я Да мы не судим Я понимаю Мы пытаемся понять Нет Насчет призмы Сказал Ты потому что Судишь по трем Вещам Я все-таки Ее творчество Больше знаю За ней внимательно Слежу Потому что Ее публикации У нее есть Своя призма Очень необычная И просто Может быть В этих вещах Ты не увидел Может быть Да Не так явно Видится Но у него Безусловно Это Нет Я не знаю Специально Подобрали Не подобрали Но это Человек Поэтическое видение Четко Уж поверь моему Ибрагим Ибрагим И поверьте Еще раз Мы начали Сегодняшние Мастерские Старшины Мы не судим Мы не судим Мы пытаемся понять Огромное вам спасибо Творческих вам успехов Продолжайте писать Песни Стихи Как вы это называете Чтобы было их больше У вас Самир Раджабов Сегодня я хочу Все-таки больше стихи Может быть Без аккомпанемента Одно-два стихотворения И С аккомпанементом Еще одно Когда затошнит Внезапно И противно Спотеют руки Значит опять я во власти Удушающей скуки С лицом коммунальной Соседки Скука Врывается в память А я ненавижу Память Когда начинает Ранить И снова И снова И снова Прокрутив все улыбки И жесты Я хватаю За шиворот Слово Оно как будто Из теста Из сомнений Выползут подлые Слюнявящие ухо Вопросы Но имею ли я Право на прошлое Не имею права На слезы Жеваной памятью Сытая Скука уйдет До рассвета В пепельнице Ею забытая Курица Сигарета А на утро Когда я обглоданный Подхвачу тебя Как ребенка Мозг мой Ржавчиной Завербованный Тут же Включат Магнитную пленку Лето Жара Вливается В мозг И все время Хочется пить Асфальт Ловят за ногу Цепче Чем воск Свечи Начавший Коптить Тугая сырость В летящем метро Смягчает Грудной Наждак Вдруг С содроганием Вспомнится Что когда-то Носил пиджак Солнце Откуда Сверху Как враг Бьет Из озоновых Дыр Художники Прячутся Среди коряг В дебрях Прохладных Квартир Прохлада Нынче На весь серебра Или зернистые Икры Счетчики Крутят С утра До утра Как будто Летят с горы Откроешь кран И течет молоко И жарко Даже от слов В углу Холодильник Бормочет Что он посланник Двух полюсов Море Полоской Цепляет глаз Но это всего лишь Мираж И духота Разевает пасть Словно вошел В гараж Беги Если хватит Денег и сил Сядь хоть На воздушный шар Реши Слететь Гаммой На верхнюю си Рискни Превратиться В пар Дайте мне землю Я выращу сад И раздам плоды Дайте мне кисти И я дострою дворец Дайте мне город Я не разграблю его В конец И не стану Продавцом Ни свежей воды Дайте мне город Я не разграблю его В конец И стану продавцом Ни свежей воды По подворотням Отпечатки следов На стене А по ночам Неестественный смех Мне все равно А ты равнодушна В двойне Ты летом ждешь зиму Хоть и не любишь снег Днем северный ветер Отгоняет всю грязь От берегов А ночи ее прибивает вновь Прибивает вновь Прибивает вновь Красочный тост Смешон без бокала вина Гости мои Будут зевать до утра Тысяча слов Украшения пустого стола Мне опять вспоминаются Крики ура Тысяча слов Украшения пустого стола Мне опять вспоминаются Крики ура Днем северный ветер Отгоняет всю грязь От берегов А ночи ее прибивает вновь Прибивает вновь Дайте мне землю Я выращу сад И там будут цветы Дайте мне время Поразмыслить в тиши Тогда и мне себя Я не раздвою Твоей души И не стану делить тебя Молодым Но днем северный ветер Отгоняет всю грязь От берегов А ночи ее Прибивает вновь Прибивает вновь Очень смело Это про северный ветер Как вы не боитесь Я все время Самира хвалю Я все время Самира хвалю Можно я маленькое замечание сделаю Мне показалось Что в последней песне Очень сильно отголоски БГ По мелодии Эта песня была рождена В 88 году Ну да 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 Это так и чувствуется Что вот влияние Но единственный плюс В моем представлении У БГ все таки больше заумья Заумных образов У вас все нормально И еще одно замечание Я его просто озвучиваю Просто один человек Вчера в зале Попросил его озвучить Смысл в том А? Нет Это не анонимки Я вам потом расскажу Просто люди этого человека Не знают Это бесполезно А Самиру я потом скажу Он попросил Больше разнообразия В творчестве Больше иронии Больше Вот того разнообразия Что есть у Ванина Но это я озвучиваю Каждый пишет Как он пишет Ну вот я то же самое сказала Что у каждого Ну просто он попросил Озвучить Я озвучиваю Но мурашки опять бегали Спасибо Я хотела сказать Что Самир очень талантливый Исполнитель И резко отличается от всех Я благодарю Вообще организаторов фестиваля За возможность Не только хлопать Самиру Но и Как бы Говорить ему Замечения Хотя у нас В клубе авторской песни Это есть Возможность Общаться с Самиром Слушать и говорить ему Свои замечания Но там видимо что-то другое И вот то что я хочу сказать Сейчас там Я этого не сказала Там как бы другая атмосфера Самир Вот в первой песне У тебя там Почему Забелла курица Почему Курица Курица Сигарета Сигарета Поют А слышится Скрипка леса Ну что делать Нет Ну либо с этим бороться Либо Либо это сделать сознательно Да чтобы это играло Ну ли это стихи В принципе Вот я хотела сказать У Самира Очень прекрасно Он как бы Слушаешь Самира Песни ли это стихи Это как бы Газет Пчитаешь Да например А у многих других Не у всех бартов Это есть Потом я бы Если сказать Самир какого цвета Я бы сказала Что он красный Он иногда как бы Даже провоцирует На скандалы Или Он у нас Так вот Революционный Такой вот Это его имидж Такой вот Творческий Ну вот Присоединяясь к тому Что прозвучало Надо больше Разнообразия Какого-то Но Самира Наверное Тебе надо измениться Еще я хотела сказать Самир У тебя какое-то Восприятие жизни Не сейчас А вот Где-то там Зимой было Трагическое Да вот Все вокруг Так 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 Наверное Позитивы тоже нужно Видеть позитивную сторону Этой жизни И отражать Это Здесь Я хотела Про Ирину Зиналой Сказать У нее Очень хорошая вещь Но Там были Так меня затронуло Негативное Что-то такое Посыл Когда идет Со сцены Это Ко всем Относится Пожалуйста Вы думаете О том Как это воздействует На массу То есть Есть люди Для которых Ваши Минутные Негативы В общем-то Может быть Трагически Обернутся В дальнейшем Пожалуйста Думайте Я выйду сюда Лучше Значит Господа Уважаемые гости Которые приехали Из России Я обратил Одно На один момент Такое Внимание Я здесь Уже Третий день Здесь сижу Я неоднократно Посвящал Бардовские Песни И Прошу вас Обратить внимание Вот сегодня Вчера Позвчера Из-за Позвезавтра В основном Звучат Азербайджанские Имена Вы обратили Внимание Очень много Азербайджанских Имен Я к чему Смажу Это То есть Наши ребята Которые живут Баку Прекрасно Владеют Русским Язаком И грамматически И на уровне Песни И на уровне Стихов И так далее Я просто Обращаю Ваше внимание Я не знаю Как в других Бывших Советских Республиках Но это У нас так Это же Здорово Да Это очень Здорово Теперь По отношению К нашему Самеру Вот Вчера Я его Слушал И я вчера Похвалил Его Сегодня Я чуть-чуть Хочу Ему Делать Замечание Я прощаюсь Ко всем Бардам Дорогие Ребята Девочки Мальчики Когда поете Ну сделайте так Чтобы ваши слова Были слышны Чтоб не гитара Была слышна Гитара Чтобы была фоном Чтобы слова Были слышны Вы же Исполняете Песню Если вы Хотите Что мы Слушали гитару То вообще Петь не надо Тогда Играет на своей гитаре И вопрос Согласна Согласна Вчера Вот Самер Пел так Он Значит Когда поет Музыка Приглушает Когда он молчит Музыка звучит Прекрасно А сегодня У него И то ли То ли Одно Сегодня Не моя гитара Простите Может быть Гитара Верон Я не знаю Кто винов Я просто Обращаюсь Ко всем Бардам Вообще В частности Вот На российской эстраде В Ахинско-Азербайджанской эстраде Вот поет Молодая девочка Музыка гремит И ее слышно Там не слышно Она кривляется Что-то там Она делает Она Я вас очень прошу Извините пожалуйста Давайте по существу По существу Это не по существу Уже разговор Мы шоу Я просто прошу Всех бардов Петь так Чтобы были понятны Ихни слова Если Самир позволит У меня небольшое предложение Такое Вот у него там Строчка И Мозг Сколько Завербованный Ржавчины Мозг мой ржавчины Завербованный Я тут Немножко поискала Подумала Ну может быть Ржавчины Заматован Ну если Понравится Нет Именно Не знаю Наташа При всем уважении Просто Заматованное Я первый раз Слышу слово Заматованное Ребята Ребята Это же О чем речь ведете Поэтически Это выдающееся Стихотворение Именно Из-за Совершенно Необычные Образы Это Это Марочное Виной Самира Раджав Именно Ржавчиной Завербованной Вы знаете Это о чем Я по себе Например Знаю По состоянию Собственного Мозга Когда Когда мысли С трудом Как подшипник С трудом Ворочается В мозгу Это Такой Сочный Образ Вы что Там вообще Одно Имею ли я Право На Прошлое Не имею Не имея Право На слезы Это Гениально Абсолютно Там Строка На строку Нанизанная Там Все Золото Это тоже 88 Это С первой Строчки До Самой Последней Я За Самира В этой Песне Я Кем угодно Горло Порву Спасибо Давай Порвем Горло Друг Друг Значит Скука Мне не Понравилась Чем Она Мне не Понравилась В особенности С самого Начала Дальше Причем Когда Начало Было Вот Такое Дальше Я Уже Слушал Хуже Чем Потом А Когда Мне Сразу Сказали Ску Руку И Две Глагольные Рифмы В пару К ним Мне Стало Скучно Может быть Автор Имел Ввиду Создать Тем Самым Ощущение Скуки У Читателя Ему Это Удалось Но Дальше Я Слушать Стал Очень Невнимательным Мне Стала Реально Не Очень Интересна Поэтическая Именно Форма А Тема Скуки Она Достаточно Известна А Ржавчиной Завербованной Нет Это не точно Я согласен С Натальей Ржавчиной Что угодно Можно Что значит Куда завербованы Во что Вербуют Вербуют в агенты Вербуют на Стройке Стройки Комсомола После После Меня Будет Државчиной Завербована Ну Да Возможно Можно Ну Господи Я Все таки Достаиваю На то Что поэзия Это Не то Что Это Не микробиология В микроскоп Нельзя Рассматривать Это все Я Передам Это Когда Отвечу Нельзя Смотреть Вот там Глагольная Рифма Там Неглагольная Рифма Там Я не знаю Там Что за Ржавчина Смысловый На холмах Пушки Присмирев Прервали Свой Голодный Реф Это Вне Реф Слово Нету На мой Взгляд Это Вне Логики Да Конечно Логическое Восприятие Надо Убирать Подальше Там Или Есть Вот Он Сам Сказал Или Есть А там Есть Невзирая Глагольная Рифма Это Неглагольная Рифма Или Там Что вы Там Как Рафинированные Литературные Критики Сидите И смотрите С пинцетом Все нормально Обсуждение Что вы Сидите Там Как Рафинированные Литературные Критики И Ловите Блох С пинцетом Отвечаю Привычка Все нормально Самира Есть Одно Потрясающее Свойство Он Мыслит Непрямыми Образами Это В пику Ржавчине Которая Кому-то Что-то Не понравилось И Кто-то Предложил Слово Которое Русском Языке Просто Не Существует Слово Замотованный Конечно Существует Но Оно Не Лучше Вот Самир Раджавов Ну Во-первых Сразу Видно Что Человек Может Писать Стихи Тексты Не Это Главное Вот Он Сказал 88 Года Стихи Вы Знаете Александр Блок Он Все Свои Стихи Через Каждые Десять Снова Поднимал Их Переделывал И они Необычайно Усиливались Это Были уже Новые То есть Человек Рос И Вместе С ним Росли Его Стихи Ну То же Самое Самир Сейчас Намного У меня Есть Стихотворение Которые Я Более Сильной Волей Человек Более Сторонне Развитый С богатым Жизненным Опытом С большими Знаниями Поднимите Все Снова Переделать И у вас Будет Еще Неполучий Я почти В этом Увидимся Вы знаете Когда я чувствую Что да Надо Переделать Но здесь Я не чувствую Почему-то Может я Ошибаюсь А есть Песни Вы Совершенно Правы Через Десять Через Двенадцать Лет Я Возвращаюсь К ним И я чувствую Что Что-то Надо Что-то Я понимаю Что конкретно Надо Переделать Я переделываю И пою В новой редакции Вот Джавид Не даст соврать Я пел Раньше Маленький Принц Или Маленький Паш А потом Пришло Что Маленький Принц И его Экипаж То есть Экипаж Антуана Десен То есть Это Приходит Со временем И Я совершенно С этим Согласен Но в данном Случае И лучше Чем вы Никто Пережили Он В вашем Душе В ваших Мозгах Переварился Поэтому Извините Я Можно Я так Коротко Самир Ржавчиной Завербованный Ты найдешь Но не Завербованный Как Ржавчиной Завербованный Ты найдешь Другой Эквивалент Но не Завербованный Поищи Я думаю Ты найдешь Мой Не целованный Край Зал Ожидания Буфет Пахнет Чесночной Лапшой Съежен В вокзальной Трухе Кот Застаревший Порошой В пять Этажей Сиплый Мат Лай Беспородных Собак Тощий Безусый Солдат Курит Дешевый Табак Роющий Муж Езудит Солнце Жжет Воздух Желе Где-то Наверно Дожди Пыль Прибивают К земле Где для Дорог Горизонт Судьбы Не в звоне Монет Где в духу Легких Озон И безысходности Нет Где дух Свободы В крови Правдой Не значится Ложь Где нет Чужих Все Свои И Не сдирают Семь Кош Где-то Наверно Есть Рай Где-то Любим А не Бит Мой Нецелованный Край Прошит Сквозь Сердце Навзрыт Песни Зазеркали Убрать Да? Хорошо Опыт Не удался Хотелось Так Вот так Нормально Зазеркалье Простить Прощаясь Отвага Сильных Не сметь Смеясь Презрев Признать Без сил Но Впрячься Тянуть Трошина Все Чувствовать Как будто Знать Победу Славить Удел Для Слабых Нелегким Клад Не Тяжкой Кладь Яга Красоткой Царевна Жабой Холоп И бог Любей И знать Любовь Не Любовь А власть Как Власку Сестра Сестру На А власть А власть А власть А власть Лучший стих Прощу я масок Людей оскалы И ты, Господь, Меня прости И ты, Господь, Меня прости Меня прости Массовый юбилей придумала стих не мне свойственный, не лирический, Ну, как бы, чтобы показать разный жанр, называется «Исповедь гламурной дивы». Летом в сумочке у дамы Вне любых альтернатив, Чтоб не вышла страшная драма, Должен быть презерватив, А еще купальник в дырку, Томик блока и блютуз Из пластмассы ложка, вилка, Фотодушки, томок рус, На спектакль контрмарка И рецепт лепить до ума, А в кармашке для подарка Золотистая тесьма, Пудра, зеркальце, помада, Лак, расческа, карандаш, Для схудания капли бада, Диск рвы, хоть это блажь, Номера мобил, дантиста, Педикюрщицы, швеи, Визажиста, массажиста И работника ГАИ. Ну, а если пиццу на дом, Вот он номер, просто сюр, Не ответить будет гадом, Ой, облуплен маникюр. Отнести каблук в починку, Отвести Рено в ремонт И размять в спортзале спинку, После ставки в казино, На показ гламурные моды, И в бутик, и в ресторан, На танцпол, в бассейн, на воду, К вечеру кефир в стакан, Пса на вязку, дочке мячик, Косметологу в собор, Жалованье прачки с дачи, Все успеть закрыть с собой. Ой, опять не углядела, В красной сумке белый крем, Просто дрожь бежит по телу, Сколько ж у меня проблем. А еще купить постилки, Мужу позвонить в обед. Как трудно жить блондинке, Перекрасишь в темный цвет. Песня «Зима» Слова и музыка мои. Зима безумной белой крошкой Забьет все щели января, Нависнет колка снежной брошью Солба ночного фонаря. Литой чугун оград старинных Звеня застынет в тишине, И город выгнет крыш перины, Подставив их ржаной луне. Сугроб еще не скован настом, Снежинки лягут в новый слух, И смутно помнится о счастье, Которое не занесло. В стекло замерзший будет биться Крещенский сумрак, серый кот, И в подворотне голубица Дружка воркуя позовет. Склонится и в обритой челкой Над гладью темного пруда Сметет шершавою поземкой Всю жизнь, как с чистого листа. А мне под желтым светом лампы Писать стихи, паря душой О наших терпко-нежных датах Как было вместе хорошо Зима Слушайте, музыка не моя, это я сбрехала. Спасибо. Но настолько мне близка, что я не так сказала. Спасибо. Автор из нашего клуба. Давайте, у меня убедительная просьба У нас на весь диспут Есть пять минут Из этого исходите, уважайте друг друга Быстро, быстро, быстро Извините, пожалуйста, но концерт у нас Есть полчаса Вот когда вы исполняли вашу первую песню Я что-то себя поймала на мысли Что мне приятнее слушать просто ваши тексты без музыки А потом, когда вы исполнили вторую Я поняла, наверное, почему Потому что не может быть два акцента все-таки Акцент должен быть один Если сложный музыкальный ряд и сложный поэтический ряд Это как бы оно друг друга диссонирует друг с другом Все-таки, мне кажется, надо что-то иметь за главное Я намерена, спасибо Вот спасибо, правда Я намерена, прочитав вчера эти стихи Сегодня спела, чтобы услышать мнение Спасибо за него Что можно сказать по тексту Так как дама отказалась от музыки Я хотел сказать, что это очень приятное Особенно в последней музыке Тексты богатые Рифма очень слабая Очень слабая Бывает наоборот Тексты слабые, рифмы богатые Бывает А у вас поработать надо Вы очень талантливы в этом отношении Запросто справитесь с такой работой Вот мои пожелания Поработайте на Дипре Очень богатые тексты Они насыщенные у вас Богатый образы, имеете в виду? Богатый образы То есть вы технику и образность это Да, а техника рифмовки у вас необычайно слабая Не работаете вы над этим Ну, я покажу другие стихи Сейчас нет времени, хорошо Спасибо Я просто возвращаюсь в свое прошлое Когда-то Владимир Кафаров Владимир Азимович Кафаров Наш руководитель литературного объединения Сказал мне, сделал замечание Что, ну опять Луна, она Ну сколько можно? Тут был как раз в зале Ну, племянник известного автора Онегина Гаджи Касима Вот эта восточная песня Снова возле дома твоего Фархада Он как раз был в зале И он сказал Ну, когда-то, говорит, моего дядю За это затравили За его примитивную рифму Однако его вещь до сих пор звучит Мы уже давно об этом говорили Что не существует примитивных рифм Вот так Я об этом Спасибо Все должно быть уместно А я хочу сказать, что мне очень нравится И я, вы знаете, хочу просто воспользоваться Случаем тем, что у меня в руках микрофон Призвать, давайте дружить на стихи.ру На мейл.ру И может быть сделаем сообщество В общем, участников фестиваля Вы все время с какими-то этими самыми посылами Да, я больше организатор и менеджер Чем творческий человек, увы Так вот, давайте на этой торжественной ноте Николай У меня только пока вот один-един По тексту нет никаких замечаний В общем-то, если говорить честно Хотя я не имел их перед глазами Может, там к чему-нибудь привязался Но дело в общем Вот у меня такой вопрос Если это звучит как песня Как вы думаете, будет ли кто-нибудь петь? Первую песню никто не будет петь никогда Ну, вот Просто это нужно тоже иметь в виду Если вы планируете в дальнейшем Только сольное выступление И не идти в народ ни в коем случае То есть, чтобы ваши песни петь То вы можете так Вы очень точно сказали Когда Эта песня 2002 года Я исполняю всего второй раз Первый раз пела ее в Краснодаре Ее слушал Руслан Шмаков Он задал тот же вопрос Так что Вы одного уровня барда и высокого Я точно знаю Никто не будет Ну и не надо Собственно Не, ну так очень приятно Я вот как бы отдала свою душу Кто-то же услышал А петь, ну, как получится Спасибо У меня Еще раз возвращаясь К тому, с чего мы начинали Сегодняшние мастерские Мы обсуждаем И занимаемся Песней Берем оттуда все приставки С одной стороны Звук песни И вот песни Это две составляющие Это стихотворение Это музыка Значит У меня Отдельно Стихам Никаких Замечаний Женские стихи Может быть Да, может Над ними было бы еще Как-то поработано В целом Поэтически Они выстроены К сожалению Как песни Они не дотягивают На мой взгляд Даже то Хорошее Что заложено В стихотворении Что можно было Отнять На мой взгляд Не вытягивается музыка Потому что она В некоторых моментах Неинтересна При всем При том, что она сложная То есть это не три аккорда Там каких-то написанных И все Все очень примитивно На примитивный ритм Это такая Экспрессия Там Женская Все это проходит Эти темы проходят Но музыкально На мой взгляд Музыка Не совсем соответствует Настроению Сихотворения По поводу первой Я по поводу Первой и второй Вот У вас переходы Какие-то происходят Они сложные И модуляции Там есть у вас И все Все нормально Все как бы наличествует Вот Песня как бы Скомплектована Она сделана Но она не звучит Я Через несколько секунд После того Как вы спели Я не смогу Ее воспроизвести Это я А я Вот Значит Песня должна Хотя бы Пять минут После вкусия Как после хорошего вина Должно быть Остаться Вот Возьмем там Не буду приводить примеры Любые песни Ты Идешь потом мысленно Просто На биологическом уровне Подпеваешь Что это я пою? А я пою Вот эту песню Вот которая там Звучала Из киоска Понимаете? Вот Вот этого нет А песня Это все-таки Маленькая миниатюра Маленькое произведение Это не поэтическое произведение Это миниатюра Синтеза музыки И стиха И вот эта вот Вся жизнь должна Проигранная за три минуты Этой песни Должна быть И завязка И кульминация И развязка Вот как в обычном Драматическом спектакле Только это все Гораздо сложнее Потому что это За три минуты Все должно произойти И ты должен за три минуты Уложиться Сказать все Что ты бы хотел сказать Большим там Двухактным спектаклем Вот чего мне не хватило Можно Можно тоже сказать Чуть-чуть Замечание Ремарку Такую Просто вот я знаю Татьяну Давно И мы вместе с ней И с Владимиром Валерием Якубовым Записываем диск То есть В основном Исполнитель На гитаре И ведущие темы Другой человек Поэтому Татьяне сейчас Очень трудно Передать ту музыкальную Музыкальную Рисунок Может быть Поверьте Просто Как бы Звучит Когда исполнение На более высоком уровне Звучит намного лучше И мелодия Запоминается Очень хорошо Пойми Я же не могу Себе представить Как она должна звучать Ну вот Да Я просто хочу сказать Я могу сейчас Взять ее текст Взять музыку И сам воспроизводить Я пойму Но песня Должна быть подана И подана так Чтобы ее услышали Александр Бюллович Мы спланируем Записывать диск Обязательно Сделаем так Чтобы вы послушали Когда он будет готов Спасибо Спасибо вам большое Успехов творческих Все будет здорово Да уже все здорово Я, дочка Ну Че у меня еще Желось Спасибо Спасибо